Пора перекусить! Какой большой выбор! 50 центов! А что тут? Не знаю! Оу! Посмотрите на эту красоту! Столько сливок! Я выберу вот это! Вау! Ты идешь домой со мной! А? За что? И не мечтай, Матю! Ты слышал меня? Отойди! Ожи! Слабак! Нет! Вау! Я в гневе! Я знаю! Наконец-то! Мэтт! Привет! Ты за это заплатишь! Это еще не конец! Надеюсь, тебе там удобно, потому что очень скоро тут станет тесто! Когда дело доходит до десерта, ты делаешь то, что должен делать! До встречи! Ха-ха-ха-ха! А? Как нога чешется? Ха-ха-ха! 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 Не могу поверить, что опять понедельник! Да! Здесь так холодно! Холодно! Да, наверное! Надеюсь, сегодня не будет контрольной! Да, согласен! Я все равно ничего не учил! Итак, ребята! Сегодня у нас контрольная! Ну, конечно! У тебя все готово! Ты имеешь в виду это? Хочешь узнать, как я это сделала? Сначала нужно приклеить накладные ногти! И как только они прикреплены, сверху нужно наклеить бумагу точно такого же размера! Легко и просто! И у меня есть все ответы! Круто! А где твоя шпаргалка? Ты на нее смотришь! Это моя Кока-Кола! Та-да! Вот! Умно, да? Это очень просто сделать! Нужно перевернуть бутылку вверх дном и записать ответы здесь! Затем можно перевернуть ее обратно! Это гениально! Я знаю! Готовы? О, да! Всегда готов! Вау! Пора перевернуть бутылку! Вот и ответы! Видимо, время пришло! Привет, друзья! Подождите секунду! И время вышло! Молодцы, ребята! Что я получил? А я потрясающе! Мы сделали это! Ю-ху! Вот ваше следующее задание! Думаю, я справлюсь с этим! А может, и нет! Это так раздражает! Круги — это глупость! Снова! Какой я молодец! Вау! Я так проголодалась! Это была ты? Я не завтракала! Хорошо, что я взяла это с собой! Привет, друг! Прошу прощения! Эмили! Ты знаешь правила! Ах! Наверное, вылетела из головы! Тогда вернемся к кругам! Как громко урчит живот! Я не могу сосредоточиться! А-а-а! Минутку! Учитель не смотрит, правда? У меня есть план! И в него входят круги! Маленькие шоколадные кружочки! Настало время шоу! За работу! Выглядит отлично! Эмили! Эмили! Опять! Работает просто великолепно! Это гениально! Я тоже хочу! Я тоже голодный! Подождите! Моя коробка с мелками! Это другое дело! Настало время для хлопьев! Я понятно объясняю! О, да! Не обращайте на меня внимания! Вкуснятина! Сработало! Потрясающе! Эй! Это очень умно! Хочешь? Нет, спасибо! Оу! Подождите! А? Зацени! Нужно насыпать сюда хлопья! Тогда настало время клея! А под словом клей я имею в виду молоко! Они оба белые, верно? Ничто не может остановить меня! Даже школьные правила! Начинаем вечеринку! Надеюсь, учитель не смотрит! Вау! Это так круто! Может быть, этот урок не так уж плох! Что там происходит? Мы просто рисуем! Хорошо! Эй! Дай мне немного! Круто, да? Мой шедевр почти готов! Ааа! Это будет висеть в музее! Погодите! Это рисунок Джастина? Блин, намного лучше моего! Может, если пришуриться? Да кого я обманываю? Это ужасно! Сейчас вернусь! Надо выбросить карандашную стружку! Хотел бы и я создавать нечто подобное! Секундочку! А может, я смогу? Мне только нужна пищевая пленка! Положим ее на рисунок! И рисуем прямо по ней! Нужно просто обвести контуры! Это так просто! Я гений! Наверняка все великие артисты так и делают! Я не копирую, а вдохновляюсь! Теперь поднимем пищевую пленку! И положим ее на чистый лист бумаги! Перенесем чернила на бумагу с помощью скалки! Та-да! Выглядит классно! Смотри, что я сделал, Джастин! Не может быть точь-в-точь, как у меня! Удивительно! У великих мыслей сходятся! Мы такие талантливые! Адбей, приятель! О, да! Недаром мы лучшие друзья! Сложная домашка! Стойте! Что это было? Я ничего из этого не понимаю! Чушь какая-то! О, нет! Формулы! Они размножаются! Оставьте меня в покое! Ты завалил контрольную, Джастин! И я этому рад! Мо-ха-ха-ха! А-а-а! Что это за шум? О, тут точно останется шишка! Комната что, вращается? Неа, наверное, просто сотрясение! В чем дело, приятель? Почему физика такая сложная? Я совсем ничего не понимаю! Я завалю контрольную! О, моя голова! Дай мне минутку, приятель! Надо бы пластырь наклеить! О, неприятненько! Надо быть повнимательнее! О, так-то лучше! Что? Пап, это же намного важнее! Мне нельзя получить двойку! Тебе просто нужно заниматься! Я пытаюсь, но все время все забываю! Погоди, придумал! Вот это правильный подход, Джастин! А? Да я про пластыри! Дай-ка! Это решение всех моих проблем! Прощайте, двойки! Оторвем защитную пленку с пластыря! На этом кусочке бумаги все мои формулы! Поместим его по центру пластыря! И все ответы будут у меня под рукой! Я сдам все на отлично! Ха-ха-ха! О, как больно! Ух, а что с тобой случилось? Раны еще свежие, не хочу об этом говорить! Но контрольную все равно писать придется! О, конечно! Жду не дождусь! Удачи, она тебе понадобится! Это вы так думаете? Отклеим пластырь! Тут все, что мне нужно! Признаете, довольно умно? Я думала, у нас урок рисования! И почему я не готовился? Мне никогда не сдать! Секундочку! Препод отвлекся! Это мой шанс! Надо действовать незаметно! И что бы я делал без своего телефона? Это то, что нужно! И так вы получите ответ! Итак, когда вы это сделаете... Что там происходит? Это что, телефон? Ха-ха! Теперь меня ничто не остановит! Да неужели? И давно вы здесь? Достаточно! Давай сюда телефон! Я в тебе разочарован, Алекс! А теперь дописывай! Невероятно! Да-да, ладно! Ну и что, что он забрал телефон? Чипсики-то он оставил! В них есть секретный ингредиент! Ответы! А главное, потом я могу поесть чипсы! Да он издевается! Мне кажется, за мной кто-то наблюдает! Наверное, показалось! Чипсы для меня не стоило! Опять! Остается только одно! Ты это заслужил! Ох, как приятно! А теперь вон отсюда! Какой вы грубый! Оу, заплачь еще! Это так нечестно! Что случилось, приятель? Я получил двойку, пап! Я так старался! Не расстраивайся! Хм, погоди-ка! Кажется, я знаю, как это исправить! Сначала отделим рукоятку от лупы! Далее берем картонную трубку! И размещаем ее на лупе! Закрепляем ее с помощью клея! Проходимся клеевым пистолетом по краю! Затем берем красный скотч! Обернем им лупу! Только аккуратно! Держи, Алекс! Это решит все твои проблемы! Ну что это? Приложи к глазу! Я сейчас вернусь! Подожди! Посмотри вот сюда! Что? О, я понял! Я вижу все ответы! Потрясающе! Так, время экзамена! Будет дьявольски сложно! Я в себе весьма уверен! Все так говорят! Можешь начинать! Все равно завалишь! На меньшее я и не рассчитывал! Ну же, пап, где ты? Неа, это дерево! Я знал, что маскировка сработает! Алекс, я тут! Отлично! Я знал, что ты меня не подведешь! Спасибо, пап! А? Ты что-то сказал? Что он делает? Здесь что-то не так! Надо разобраться! Пока все идет хорошо! Что здесь происходит? Ничего! Не понимаю, о чем вы говорите! Вот, посмотрите! Ладно! Там какой-то странный строитель! Веди себя, естественно! Кажется, все в порядке! Кажется, я в тебе ошибся, Алекс! Пронесло! Ого! Этот парень может говорить! В его словах нет никакого смысла! Очень важно, чтобы вы это выучили! Это будет в контрольной! Я слышал только бла-бла-бла! Я знаю, что сделает урок интереснее! Снеки! Пока слушал, проголодался! Фу! Сладкая-сладкая конфетка! Стойте! Мне послышалось? Или кто-то шуршит фантиками? Приятного мне аппетита! И что ты по-твоему делаешь? Не круто, бро! Ты знаешь правила? Никаких снеков в классе! Это я забираю! И все остальное тоже! Что поделать? Проверим, настоящие ли конфеты! О, да! Сто процентный сахар! На чем это я? Ладно, снеки запрещены! Но про газировку он ничего не говорил! Ммм, то, что нужно! На этот раз я буду осторожнее! Надо ее спрятать! Он понятия не имеет! Стойте! Куда он делся? О, в смысле? Как? Думаю, это мое! Эмм, как вы там оказались? Последнее предупреждение, Алекс! Отвернулся! Надо действовать быстро! Даже не смей! Что? Признай, я слишком хорош! Я с этим разберусь! Я был так близко, почти попробовал! Я за тобой слежу! Блин, а он лютый! Ладно, больше не буду! Погодите! Мой клей! У меня есть идея! Думаю, это мне пригодится! Сначала уберем весь клей! И промоем сам тюбик! Далее берем любимые конфетки! Спрессовываем их вместе! Нужно сформировать конфетный шар! Вдавливаем в него тюбик, чтобы вырезать частичку шара! Теперь аккуратно убираем остатки конфеты! Оставим это на потом! У нас получился сладкий карандаш! Покрутите тюбик, чтобы выдавить конфету! Все так, как я и планировал! А самое классное, то что никто ничего не заподозрит! Ммм, вкуснятина! Секундочку! Откуда этот восхитительный запах? Опять? Пахнет конфетами? Что? Нет! Я об этом и не мечтал! Хмм, что-то я тебе не верю! Надо получше все рассмотреть! Да, пожалуйста, тут ничего нет! Это просто мой обычный старый клей-карандаш! Неужели? Хмм, кажется, он не врет! Конфет не вижу! Что ж, наверное, я ошибся! Похоже на то! И если вы не против, мне тут надо кое-что приклеить! Ммм, как вкусно! А этот урок не такой уж и скучный! Мне так скучно! Ты меня рассмешил, Лео! О нет, мой карандаш! А, это так раздражает! А, что он делает? Это как раз то, что мне нужно! Сначала нужно снять крышку с коробки! Затем я приклею точилку к нижней стороне и верну коробочку на место! Теперь мне нужен клеевой пистолет! Я нанесу клей на боковую поверхность коробки и прикреплю палочку для мороженого! Я подожду, пока клей застынет! Теперь я вырежу полукруг из пенопласта! Я добавлю еще клея на основание коробочки! И приклею пенопласт! Вот так! Я оберну коробочку цветным картоном! Сверху я добавлю еще пенопласта! Отлично! Потом я добавлю несколько украшений! Я хочу сделать милую и улыбающуюся мордочку! Затем я приклею посыпку! Получилось мороженое! Но это еще не все! Я могу использовать его как точилку для карандашей! Красиво и практично! Вся стружка будет оставаться в коробочке! Хм, я увлеклась! Нужно вести себя спокойнее! Точилка чувствует мой страх! Вот так! Вы что, издеваетесь? Это так раздражает! Ха! Я знал, что так и будет! Зато у меня есть точилка! Сегодня пишем контрольную! Разговаривать запрещено! Я буду наблюдать за вами! У меня хорошее предчувствие! У меня тоже! Правда? У тебя? Посмотрим! Я напишу контрольную на отлично! Да! Посмотрим! А теперь пора списывать! Эй, пошел вон! О, какая ты зануда! Эй, что я сказал? У меня нет на это времени! К счастью, я всегда на готове! Мне должны поставить пятерку только за умение списывать! О, в чем дело? Эй, учитель, сюда! Что ты делаешь, Лео? Эээ, наблюдаю за птицами! Прекрати! Вы меня знаете, я прилежный студент! Ага, конечно! О, мороженое! Эй, Джули! Что такое? Хочешь поменяться? Хм, я так не думаю! Я надеялся, что это сработает, но я не собираюсь сдаваться! Выглядит так аппетитно! Он знает, что это мое слабое место! Отлично! Я возьму мороженое! Дай сюда! Вот, возьми мою линейку! Это того стоило! Как же я люблю мороженое! Подождите-ка! Кажется, у меня появилась идея! Но мне нужно еще несколько палочек и фломастеры! Я раскрашу палочки для мороженого, пока они мне не нужны! Теперь мне понадобится полоска из картона! Я нарисовала на ней две фигурки! Мне нужно будет их вырезать! Теперь я положу одну из палочек для мороженого вот тут! Мне понадобится линейка! Я сделаю разметку на палочки для мороженого! Совсем как на линейке! Теперь я нарисую тут мордочку! Замечательно! Получилась восхитительная линейка! И ее было так просто сделать! Эй, что скажешь? Шшш! Мне нужно сосредоточиться! Что за... Эй! Упс! Прости! Она обманула меня! И забрала мое мороженое! Мне нужно закончить с контрольной! О, посмотрите на эти линейки! Руки прочь! Вот это да! Ладно! О, я так выспался! Сегодня мы изучаем лошадей! Надеюсь, это вдохновит вас! Я хочу, чтобы вы нарисовали лошадь! Отлично! Нужно взять фломастеры! Что же мне использовать? Есть! Эм, не могу их найти! О, посмотрите! Это как раз то, что мне нужно! Подождите! Понятия не имею, о чем ты! Куда делись мои фломастеры? Они были здесь! О, воришка! Это мое! Что? Я тебя не слышу! Говори громче! Подожди! Хм, кажется, у меня появилась идея! Пора приступать! Мне понадобятся ножницы! Я отрежу верхнюю часть ватной палочки! Теперь мне понадобится бумага! Я оберну ее вокруг палочки! Вот так! Я закреплю бумагу с помощью скотча! Выглядит неплохо! Но это еще не все! Теперь мне понадобится синий картон! И еще немного скотча! Я обклею им картон! Идеально! То, что нужно! То же самое я проделаю с другими палочками! Я буду использовать разноцветный картон! Затем я окуну палочку в краску! Цвет картона будет соответствовать цвету краски! Нужно, чтобы ватная палочка хорошенько пропиталась краской! И теперь у меня есть собственные самодельные фломастеры! На-на, Лео! Хм, я начну с синего! О, я забыл, что у меня есть это! Вау! Иногда я сам себя удивляю! Я прирожденный художник! Надеюсь, мне повезет! Я нарисую два круга, затем я поменяю цвет! Теперь можно раскрашивать! Время на исходе! Осталось пять минут! Мне нужно поторопиться! Я вас не подведу! О, хорошо! Ну же! Я не умею работать под давлением! Время вышло! Покажите свои рисунки! Смотрите! Надеюсь, вам понравится! Прекрасно, Джули! Эм, все начиналось! Так хорошо! Это ведь считается! Ух, не знаю, что сказать! Ты попытался! О, очень хорошо! Я впечатлен! Обожаю уроки математики! Это мой любимый предмет! Внимательнее, ребята! Попробуйте решить этот пример! Он очень сложный! Вперед! Эм, где мой карандаш? Он точно был где-то здесь! Может быть, он в моем рюкзаке? Нужно посмотреть! Нет, его здесь нет! Стоп! Вот он! Маленький негодяй! Думал, сможешь сбежать? Да, хорошая попытка! Ладно, за работу! Эм, есть! Это было слишком просто! Подождите! Я ошибся! Нужно исправить цифру! Эм, у меня нет ластика! Нет! Это катастрофа! Мне срочно нужен ластик! Мой рюкзак! Круто! Боксерская перчатка! Сосредоточься, Лео! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Нет ничего! Что мне делать? Ты так драматизируешь! Подожди, посмотри на этот коробок спичек! Хм, интересно! Думаю, я смогу это использовать! Эй, Лео! Тебе нужен ластик? Думаю, я смогу тебе помочь! Сначала нужно убрать отсюда спички! Это было просто! Теперь можно закрыть коробок! Мне понадобятся еще коробки! Здесь я приклею цветной картон! Теперь мне понадобится клей! Я нанесу его сбоку и склею коробки! Нужно подождать, пока клей застынет! Затем я нанесу еще! Сверху я поставлю еще два коробка! Нужно, чтобы их края совпадали! Отлично! Больше клея и больше коробков! Вот так! Теперь можно нанести клей на верхнюю часть! И немного по бокам! Я оберну коробки картоном! Торопиться не нужно! Потом я приклею на картон маленькие бусинки! С пинцетом работать намного легче! Выглядит отлично! Это последнее! Думаю, все готово! Мне не терпится показать это, Лео! Что скажешь? Что это такое? Я покажу! Это маленькие ящички! О, умно! В них можно хранить канцелярские принадлежности! Это просто невероятно! Спасибо, Джули! Это как раз то, что нужно! У меня сломался карандаш! Этот день становится только хуже! Все в порядке, Лео! Просто загляни в ящик! О, отличная идея! Как интересно! Вау! Как раз то, что нужно! Ты спасла меня, Джули! Что бы я без тебя делал? Это можно вернуть на место! Никогда не знаешь, что может понадобиться! Я рада, что тебе понравилось! Ребята, вот следующий пример! Он очень простой! Что за... Она что, с ума сошла? Подождите! Я знаю решение! Серьезно? Они даже свое имя написать не могут! Это худшее контрольное в мире! Ручка не пишет! Наверное, черны мы закончились! Потрясу-ка ее хорошенько! Сделаю вид, что ничего не случилось! Возьму вот эту! Упс! Хм... Нужно ее поднять! Есть! Так, на чем я остановилась? А? Куда подевалась моя ручка? Она ведь была здесь! И что мне делать? Как я проверю контрольные? Секундочку! Клеиваю пистолет на месте! То, что нужно! Он никогда не подведет! Я возьму свое кольцо И нанесу на него клей Затем прикреплю к нему ластик Теперь мне понадобится красный клей Им я нарисую букву F Пусть высыхает Я сделала еще букву A Но, думаю, использовать ее я буду нечасто Пора проверить работы Двойка А тут что? Пятерка! Я удивлена! Так намного быстрее! Жаль, что я не подумала об этом раньше Готово! Ребята, я проверила работы! Что за... Мои ручки! О-оу! Что происходит? Эм... Ничего Я могла бы и догадаться Это Наоми придумала Эй, неправда! Я очень зла на вас Хотя мне нравятся мои кольца А ладно, проехали О, нужно отрастить Ногти Мне так нравятся эти цвета А урок будет? Эм... Да, совсем забыла Все нормально Мы их подождем с удовольствием Сегодня мой первый рабочий день Это заметно Берите карандаши и рисуйте Эм... Нам это не нужно У нас есть свои карандаши С ними намного интереснее Эм... Думаю, я лучше возьму фломастер О, красивый цвет Я нарисую сердечки Хм... Что-то мне не нравится Попробую еще раз Я сотру это Любопытно У меня есть отличная идея Получится очень красиво Я сделаю надрезы в ластике И уберу некоторые его части Получатся разные формы А теперь мне понадобятся краски Получилось что-то вроде штампа Круто! Ух ты! Очень красиво! Я закончила! Теперь можно заняться прической Мне так нравится урок Ух ты! Здорово! Вот бы и мне придумать что-то интересное Но с колпачком такое не сделать О! Упс! Что же я наделала? Все стало еще хуже Хм... Секундочку Я знаю, что делать Можно одолжить твой утюжок? А? О... Хорошо Спасибо! И мне понадобится кое-что еще Немного пенобумаги Идеально! За работу! Сначала я нагрею пенобумагу Затем положу ее на ручку И придавлю шариком Получится выемка Затем я вырежу ее И по краям нанесу клей Из блестящей пенобумаги Я сделала сердечко И еще обернула ею колпачок фломастера Круто! Ух ты! Я сделала еще несколько Они такие забавные! Эй, Наоми! Что? Смотри! И на что мне смотреть? На фломастеры! Куда они подевались? Поверить не могу Эй, это мое! Я такая стильная! Но я так старалась Люблю, когда на столе порядок Отлично! Я нарисую листик Люблю природу Я ужасно рисую У Наоми все получается так легко В отличии от меня Сделаю, что смогу Постойте-ка Совсем забыла про эти стикеры У меня такой скучный блокнот Думаю, нужно попытаться его улучшить Для начала я нарисую на бумаге круг Для начала я нарисую на бумаге круг А в нем нарисую смайлик Начну с глаз Какой смешной! Теперь нужно это вырезать И положить на пергаментную бумагу Затем я наклею сверху скотч И разглажу его, чтобы не было складок Теперь можно вырезать Выглядит отлично Но нужно нарисовать еще Потрясающе то, что нужно Я сниму пергамент И теперь стикеры Можно клеить на блокнот О, какая милая лягушка Уже намного лучше Это было так просто Ух ты! Псс! Наоми! Да? Вау! Джулия! Это так здорово! Можно я возьму парочку стикеров? Нет Что? Ну пожалуйста, пожалуйста! Ты не отстанешь, правда? Ладно, так уж и быть Что? Половинка стикера? Дети, сосредоточьтесь О, кажется я придумала Мне понадобится мой блокнот Нужно кое-что исправить Я сделаю из него полукруг Теперь я нанесу клей Нужно покрыть им всю обложку Дальше я приклею на нее зеленый фетр Сверху я приклею белый фетр И, наконец, красный Так-то лучше Из черного фетра я вырезала слезинки Это будут семена И все, мой блокнот-арбуз готов Знаю, впечатляет Ничего особенного Завидовать это нормально Ух ты! Потрясающе! Нужно посмотреть поближе Это всего лишь блокнот Я заберу это Обожаю все, что связано с арбузами Но... но... Что это было? Отлично! Добавлю это в свою коллекцию Как-то тут жарко Нужно охладиться Намного лучше Ох, какой ужасный урок Будешь знать, как умничать Сегодня я подготовила для вас кое-что интересное О, что это? Прекрасная радуга, правда? Все в порядке, аплодисментов не нужно Это ваше следующее задание Звучит неплохо Стоп, у меня нет фломастеров Это будет весело О, у Наоми столько фломастеров Эй, подруга Нет, я не дам тебе фломастеры О, да брось Почему ты такая злая? Отлично Это все, что мне нужно Ой, ладно Вот, возьми О, спасибо Стоп, а что мне делать с ножницами? А теперь можно я продолжу создавать свою радугу? Для начала я раскрашу обложку блокнота Я начну с угла И буду использовать разные цвета Они должны немного смешаться Получится необычный эффект Теперь нужно заклеить обложку прозрачным скотчем А сверху нанести черную акриловую краску Нужно, чтобы слои были ровные И я оставлю все высыхать Теперь мне понадобится ластик С его помощью я сотру краску Хочу сделать диагональные линии А под ними будут видны цвета Ух ты, мне нравится О, шикарно Да, я знаю У меня так не получится Нужно все обдумать Я не настолько талантлива Стоп, может я смогу использовать резинки для волос? Нужно попробовать Нужно больше резинок О, вот зеленая А есть другие цвета? Джулия, все в порядке? Эммм, я сейчас вернусь Это было рискованно Но зато у меня есть все, что нужно Ух ты, красиво Мне понадобится горячий клей Я нанесу капельку клея вот тут И приклею сюда кусочек резинки для волос Так же я сделаю с остальными цветами Вся обложка должна быть заполнена Ух ты, получилась настоящая радуга Что скажешь? Красиво, да? Ух ты, как ты это сделала? Так тебе нравится? Ого, вы уже закончили? Это было просто Мне нравится такое контрастное сочетание Ух ты, потрясающе Похоже на украшение на моем пиджаке Понятия не имею, о чем вы Стоп, у меня их было больше Джули что-то натворила Стоп Джули, куда она пропала? Ну что за дети? Итак, ребята, сегодня пишем контрольную Она будет сложной Можете начинать За работу О, сложно Эмм, а где мои карандаши? Они были тут Это странно Нет, здесь их нет Эй, а ты кто? Неважно О-оу Джули, что-то не так? Ладно, достану ручку из рюкзака Она должна быть где-то здесь Я надеюсь О, что это? Мило, но это не то, что мне нужно А я могу пересесть? О, я как раз это искала Нужно поработать над бицепсом Ну и ну Это вообще нормально? Понятия не имею, откуда это взялось Хи-ха Нет Вообще-то это мне может пригодиться Даже не буду время тратить Ага Эмм, что это? Это все твои вещи? Эмм, первый раз их вижу О, точно Да, это мое Прости В чем дело, Джули Куда ты смотришь? Кажется, у меня есть идея О чем это ты? Возьму эту резинку То, что нужно Спасибо Что происходит? Это паук? Ааа Уберите его от меня Я прикреплю резинку на блокнот Мне понадобится клей Затем я просто засуну под нее ручку Вот тут я нанесу еще капельку клея Он будет с блестками Так намного красивее Теперь можно взять и другую канцелярию Линейку и циркуль, например Здесь поместится все, что мне нужно И я ничего больше не потеряю Все всегда будет под рукой Смотри Я это сама сделала Джулия Упс, точно Контрольная Совсем забыла Паук был просто ужасным Нужно скорее дописать контрольную О, время вышло Положите ручки Я соберу работы Фу, успела Ааа Уже все? Ну я же только начала Дай сюда Нет, подождите Можно я допишу? Кажется, Джулия получит двойку Джулия, ты меня расстроила Но зато посмотрите, какой у меня блокнот Обожаю свой новый чехол Ух ты Да, я знаю Ух, хочу посмотреть Вау, тебе так повезло А у тебя какой чехол? У меня, эм, обычный Да, я так и подумала О, мне кто-то звонит Нужно ответить Вау, Джулия, какая красота Ну приветик, день становится все лучше Фу, как хорошо, что я оттуда выбралась Эй, Наумик Привет, Лео У меня для тебя кое-что есть Специально для тебя искал Возьми Эм, спасибо, это так мило Погоди Лео, это как раз то, что мне нужно Я положу цветы на пергаментную бумагу А затем наклею сверху скотч Хорошенько все разглажу И затем вырежу цветы Теперь можно снять пергамент И приклеить цветы на чехол И остальные тоже Ух ты, получилось очень ярко Ты это видишь? Но ведь я тут самая популярная Уже нет А мне такое можешь сделать, пожалуйста? Всем известно Школьная жизнь может быть трудной Вся эта зубрежка и скучные задания Нет времени повеселиться Вот тут мы можем помочь Мы здесь, чтобы добавить магии в школьные будни Итак, класс Внимание, это будет в вашем тесте Да Мне нравится твое отношение, Мэдисон А? Он что-то сказал? Я слишком занята игрой Вау, Мэдисон такая крутая Да, так многие говорят А сейчас получай Ее невозможно победить Но я попробую Итак, кто может решить эту задачу? Класс! Отличный урок, сэр Ну что ж, спасибо Это было неожиданно Ага, люблю эту игру Ну же, я должна у нее выиграть Что-то здесь не так Хорошо, что я подготовился Он выглядит совсем как я Хорошо, он все еще занят Продолжаем играть Так я и думал Постой Да, я победила Нет Ее была так близко Ау Точно синяк будет Ау Вот куда клавиша улетела Мне нужно все исправить И закрыть игру Но как? Это непросто Нет, так не выйдет О, смотрится неплохо У меня есть крутая идея Использую глину для лепки Чтобы сделать крошечный бургер Не забудем про сыр И накроем сверху булочкой Теперь приделаем к клавиатуре Идеально Да, работает Вот так Будто ничего не случилось О, что, что со мной? Минуту Игра Она была на экранах Игра? Вы в порядке? Мы готовимся к экзамену Должно быть я сильно ударился головой Извините, девочки Продолжайте Он реально поверил Играем дальше Хорошо, что поблизости никого Самое время перекусить О, конфеты дай мне Эм, пожалуйста О, ничего не осталось Я даже не попробовала Ммм, точно О, у меня есть жвачка Уже слюнки текут Это что, жвачка? Нет, стойте Это мое Почему так всегда происходит? Так раздражает Так, веди себя как обычно Никто не заметит Нужно действовать быстро Чувствую запах чипсов Они должны быть моими А? Вот так Тихо-тихо Наверное, показалось Вперед, вперед Что такое? Эй, а ну верни Ах, тут пусто Минутку Думаю, я знаю, что делать Сперва разрежем банку пополам Затем покроем ее красивой бумагой Смотрится чудесно Наполню до половины Любимыми сладостями И приделаю пластиковую крышку Осталось поместить сверху карандаши Выглядит как обычный пенал Но внутри есть сладкий секрет Это мой шанс Если сдвинуть вверх бумагу Можно достать конфеты Никто даже не заметит Это просто карандаши Я думала, ты ешь конфеты Чуть не попалась Но это работает Нельзя опоздать на урок Времени совсем мало Я совсем рядом О, столько препятствий На меня ничто не остановит Я успею сесть за партию до звонка Я уверена в себе И иду к цели Итак, пора Вперед! С дороги! Вау! Эй! Нет! Эй! Я читала эту книгу У меня получится Меня не остановить Осталось чуть-чуть О нет! Нет! Пора на урок А? Берегись! Не могу остановиться Мне это не нравится Что же делать? Ааааа! Ау! Как больно! Оу! Не могу найти очки. Где же они? Почему все размытое? Кто это? Нам нужны очки, и это может помочь. Сперва нанесем на спичку клей. Затем дадим ему застыть. Отлично. Теперь можно зажечь спичку. Пусть пламя разнышит клей. И можно смазать им дужки очков. Вот, должно хорошо держаться. Мы хорошо выглядим. И самое важное, теперь все видно. Постой, сколько времени? Мы опаздываем. Посторонись, быстрее. Итак, ребята, сегодня у нас экзамен. Надеюсь, вы готовились. Я точно получу неут. О, это я знаю. Плохо дело. Придется делать наугад. Это лучше, чем ничего. Трудно. Думаю, мне нужна помощь. В чем дело? А, это не то, что вы подумали. Я это забираю. Да, все пошло не по плану. Ладно, запасной вариант. О нет, она идет сюда. Нужно это спрятать. Хм, гляди у меня. Я все вижу. Да? Вы кое-что пропустили. Надо быстрее. О, это катастрофа. Попробуем по-другому. Требуется помощь. Мне нужны ответы. О, круто. Да ты издеваешься. Она списывает? Опять? Записала. Хорошо. Так, следующий ответ. Сорок пять. О, здравствуйте. Какая встреча. Давай сюда. Постой-ка. Наоми! У тебя большие проблемы. Джаред? Что с твоим голосом? О нет, это не Джаред. Вам меня не обмануть. Я знаю все ваши хитрости. Алло? Она такая вредина. Что мне теперь делать? О, придумала. А, пальцы закончились. Хорошо, что я ноги вымыла. Так, на чем мы остановились? Что она теперь делает? Ахм, Наоми! В чем дело? Я пытаюсь работать. Готово. Это было весело. Вот. Ого, как быстро. Эй, Энни, можешь помочь? Без проблем. Смотри. Нужно умножить числа на два. Вот так. Добавим десятичный разделитель. Все просто. Вау, так классно. Спасибо. Эх, знать бы это раньше. Готово. Можно сдавать работу. Сейчас посмотрим. Что? Нет, не может быть. У тебя пять. Да, я гений. Сегодня у нас в классе новая ученица. Поприветствую, Мэдисон. Привет. Сейчас найдем тебе место. Хм. Пожалуйста, не садись здесь. Куда же тебя посадить? О, он вот сюда. Кэми. Вау, спасибо. Супер. Только этого мне не хватало. Привет, соседка. Я Мэдисон. Давай дружить. Ого. Ну ты даешь. Отпусти мою руку. Это так круто. Обожаю новые знакомства. Я хочу все-все о тебе знать. Какая у тебя любимая еда? Откуда ты родом? Как хорошо, что урок кончился. У тебя есть животные? У меня есть кот. Его зовут Варежка. Это для тебя, Эмма. О, Лео. Спасибо. Давай сходим куда-нибудь после школы. Эмма, я думала, что потеряла тебя. К сожалению, нет. Куда же ты? Она ушла. Побуду пока здесь. Где же она? Она должна быть где-то поблизости. Где бы я спряталась? Ага. Как здесь спокойно. Здравствуй, подружка. Почему ты здесь? От нее не спрятаться. До чего же надоело? Она повсюду. Минуту. Кажется, у меня есть решение. Все, что мне нужно, эти наушники. Спрячу провод в рукаве. И вставлю их в уши. Закрою их волосами и ладонями. Теперь можно слушать музыку. И Мэдисон ничего не заметит. Привет, Эмма. Что ты будешь делать на большой перемене? Ах, блаженство. Тогда я его... Бац, бац. А потом я проснулась. Эй. Никаких разговоров в классе. Извините. Это последнее предупреждение. Псс, Энни. Давай перейдем на смс-ки. Хорошая идея. Это же не разговоры. Она ничего не сказала про гаджеты. Да чего смешно. Что? Опять они что-то задумали. Никаких телефонов. Я их забираю. Ах, это не честно. Как же нам быть теперь? Какая скука. Ммм, кажется, придумала. Тут понадобятся бумажки-липучки. Разрежем их на квадратики. И добавим вот такие стикеры. Теперь поместим их в чехол от телефона. Выглядит совсем как гаджет. Я обрезала блокнот по размерам телефона. А теперь делаем вот так. Добавим несколько сообщений. Не отвлечить от телефона. Псс, Наоми, держи. Вау, это просто супер. Нужно ответить. Мы можем продолжить общение. Кому нужны телефоны? Девочки, что вы делаете? Упс, я просто делаю записи. Хорошо, вот это правильно. Итак, если вы откроете десятую главу в учебнике, я должна это сфоткать. Энни, посмотри-ка. Ну, просто один в один. Ага, надо выложить онлайн. Мне пора на урок. Не так быстро. У тебя нет шпаргалок? Это слегка странно. Ага, так я и думала. Выкладывай остальное. Я не шучу. Давай все сюда. Как она узнала? Надеюсь, теперь вы довольны? Я точно не сдам этот тест. Можешь заходить. У меня плохое предчувствие. Вау, было еще хуже, чем я думала. Двойка? Это отличная задумка. Так я смогу исправить отметку. Ого, до чего грязный пол. Мне нужно здесь убраться. Что? О, конечно. Постой. Я тебя нигде не видела. Ты выглядишь знакома. Я не знаю, о чем вы говорите. А ну, стой на месте. Моя швабра. Как вы смеете? Это ведро полно шпаргалок. Что? Откуда они взялись? Поверить не могу. Вон отсюда. Ну, хотя бы попробовала. Оу. Это так достало. Я еще и порезалась. Оу. Спасибо. Секундочку. А что если? Что с тобой произошло? Ты вся в пластырях. Ах, упала со скейтборда. Оу. Тебе нужно быть осторожнее. Такого я еще никогда не видела. Алло. Нужна ваша помощь. Пока все хорошо. Снимаем пластыри. Вуаля. Ответы для теста. Очень немного. У меня есть все, что нужно. Она вот здесь. Я предупреждаю. Она ужасно выглядит. Этот укол поможет. Что? Кто сказал укол? Пора за дело. Что? Это возмутительно. У нее чехол с единорогом. Что ж, посмотрим, кто лучше. Точно. У меня в палитре все цвета. Спорим, она теперь жутко завидует. Мои цвета ничуть не хуже. Я могу в любой момент подкрасить глаза. А еще у меня есть мелкие когти росомахи. Думаешь, это круто? Посмотри на мою помаду. По-твоему, это все? У меня тюбики с краской. Терпеть его не могу. И, конечно, мои кисточки. Ах, фигня. Потому что у меня есть это. Ага, целый чехол с кисточками для макияжа. Ах, ладно. С кисточками она, кажется, победила. Секундочку. Я еще не закончил. У меня есть гениальная идея. Возьмем кусок фетра. Еще понадобится линейка и мел. Нарисуем пунктирную линию. Каждая черточка, сантиметр. Продублируем линию и сделаем второй ряд. В этих местах сделаем пунктирные надрезы. Все готово для моих карандашей и кисточек. Вставляем их в проделанные отверстия. Теперь свернем рулон. Вот так. Теперь, когда мы все свернули, нанесем горячий клей вот сюда. У меня есть маленький бантик с эластичной петелькой. Все готово. Идеально. Эх, думаю, тебе стоит взглянуть на это. Не может быть. Да как он посмел. Хм, что тут у нас происходит? А, конкурс. Пора объявить победителя. Вот и он. Божечки, да. Это все, о чем я мечтал. Поверить не могу. Готовы применить наши школьные лайфхаки на практике? Поделитесь этим видео с одноклассниками. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые смешные ролики. Субтитры сделал DimaTorzok. Хм, nothing so far. Wait. Look at it. That's it. That's what I need. Whoa. Look at the price tag. I don't think I can afford that. Хм, how much have I got? I should probably check. Oh. I've got more than I thought. This is my lucky day. I'll take it. I'm so bored. Oh, great. Uh, can I help you? I wanna buy this chain. Of course you do. I've got money. And a crayon. You're kidding me, right? Stop pushing me! You don't need to be mean. I'm gonna tell my mommy. Hmm. Maybe there's something I can do. I don't need to spend a lot of money. I just need to get creative. Ooh, my crayon. I can use this. Yeah, I've got it. I'll take two colorful crayons. And I'll use a cheese grater to shred them. I want wax shavings. That'll do it. Next, I'll need a lighter. I'll melt the wax. It's stuck to the pendant. Wow, look at it. It looks amazing. It's even better than I imagined. I'm looking good. Hey, buddy. N-n-n. I'm out of here. Погоди, ты знала, что сегодня тест? Псс. Что это за странный парень? У меня есть то, что вам нужно. Математика, английский, большой выбор. Убедил. Оплата вперед. Ну, конечно. Посмотрим, что у меня есть. Думаю, этого хватит. Держи. Это стильно, и ответы всегда под рукой. Вау, как здорово. Спасибо. И еще один довольный покупатель. Привет. Вы мне поможете? Со стилем? Я же не волшебник. Я так волнуюсь. Это самый умный ластик на рынке. Помогает в учебе. Мне тоже нужно купить ответы. У меня еще оставались конфеты. На это много не купишь. Извините, что у вас есть на это? Ха-ха. Очень смешно. Отойди. А я покатился дальше. Можно было просто уйти. Отлично. И что мне теперь делать? Минуточку. У меня идея. Стоит попробовать. Надеваем чехол на экран. И теперь можно листать ответы. Я готова. Только попробуйте списывать. Не на моем уроке. Хм. Это лучше спрятать. Посмотрим, что скажет сканер. Это плохо кончится. Я так и знала. Шпаргалка. На ластике. Это возмутительно. Надо носить эту шляпу на все экзамены. А тут что происходит? Этот сканер не обмануть. Спрятала ответы под шляпой? Ох, черт. Пока все хорошо. Ох, учительница идет. Я знаю, что найду тебе шпаргалки. Пожалуйста, не пикай. А? Сломался что ли? Я просто не списываю, мисс. Какая молодец. Я сдаюсь. Вау, я первый пришел. Эй, смотрите. Готов поспорить это настоящее золото. Эй, что это? Я тоже хочу посмотреть. Дай сюда. Эй, я был первым. Да подумаешь, дай мне. Ни за что. Эй, Джина. Мне здесь не нравится. Вечеринка? Прошу прощения. Ой. Мои книги. Подумаешь. Что за ерунда? Да уж это точно. Подожди, мой брелок. Он должен прикрепляться. Подлом. Что это? Эй, Алекс, что это? Что? Это? Мне это нужно. Пора за работу. Ну вот, другое дело. Но мне нужно это раскрасить. Желтый цвет отлично подойдет. Очень хорошо. Теперь я обведу нижнюю часть красным. Мне нравится. Можете угадать, что я делаю? У него два глаза. И милая улыбка. У кого? У прелестной звездочки, конечно. Разве это не сделает день ярче? О, какая прелесть. А сзади мне нужен очень сильный клей. И красивая большая булавка. И все готово. Это круто. Вот. Так, теперь моя очередь. Но я не буду делать звезду. Я сделаю милое пушистое облако. Я возьму синий цвет. Разве это не расслабляет? Я тоже так думаю. Но я еще не закончил. Светло-синий. Идеальный акцент. Видите, облако стало динамичнее. Я еще нарисую милую мордочку. Ах, это улыбка. Все готово. Теперь нужно прикрепить булавку сзади. Сначала клей. Затем булавка. Все готово. Мое маленькое облачко. Такое милое. Я тоже творческий человек. Оно будет отлично смотреться на моем пиджаке. У меня настроение улучшилось. Точно. Все отлично. Мне туда. Это ответ. Очень легкий пример. Подождите. Что-то капает. Что? Это дождь? Ну, ладно. О нет, моя работа промокла. Моя тоже. Все на смарку. О, черт. Ты только посмотри. Но мы можем исправить положение. Да. Мне понадобится большая и красивая луна. Хорошо. Теперь я возьму красивый пурпурный оттенок. Розовый. Больше розового. Его никогда не бывает слишком много. Как же это великолепно. Обожаю красивый градиент. Теперь переходим к синему. Но это еще не все. Белый цвет подчеркнет все детали. Я нарисую узоры. Прекрасно. С помощью пурпурного цвета я нарисую забавные элементы. Здесь важны аккуратные движения. И, конечно, немного блеска. Какие красивые синие стразы. Вот. Все готово. Что скажешь. Это круто. Но теперь моя очередь. Я сделаю свой любимый блокнот еще лучше. Добавим красок. Я пытаюсь создать эффект мозаики. Как красиво. Но рисунок нужно защитить. Не нужно бояться черного цвета. Нужно просто довериться процессу. Как только краска высохнет, нужно использовать что-то острое, чтобы нарисовать узор. Я вижу яркие цвета. Нужно продолжать. Как красиво. Здорово. Правда? Это что-то особенное. Давай поменяемся. Какая красивая луна. Заморозьте воду на дне емкости. Достаньте получившийся кусок льда. Теперь возьмите краски. Немного порисуем. Нанесите краску прямо на кусок льда. Используйте краски разных цветов. С таянием льда краска будет перетекать и закручиваться. И цвета начнут смешиваться. Продолжайте добавлять разные слои краски. Это здорово расслабляет. Такой классный эффект получается. И конечный результат крутой. Правда? Так. Наверное, стоит начать классную работу. А? Что не так с моей ручкой? Чернила кончились. Как обычно. Ничего. София! Эй! Все в порядке, Луна? У меня ручка не пишет. Можно одолжить твою? Без проблем. Уверена, у меня есть запасная. Она должна быть где-то здесь. Эм. Это не ручка. Момент. А? Кто бы мог подумать? Хм. Как много всего. Надо быть организованнее. Стойте. У меня есть идея. Я знаю, как хранить вещи в чистоте и порядке. Сначала натяну эту резинку на свою папку. Мне понадобится еще несколько. Теперь я могу хранить здесь все свои вещи. А внутри есть еще место. Больше ничего не потеряется. Выглядит неплохо, да? А вот и ручка. А? Что? А, точно. Спасибо. Просто супер. Мне такой сон снился. Я не могу быть поздно. Я не могу финам。 Я не могу быть. Я не могу. Hang on. Where's everyone? That means I'm early. assa. Фью. There's a first time for everything. What a relief. О, боже плохое? The vase! What have I done? This is bad. I better fix this. But how? Uh, I'll put the flowers right here. Maybe no one will notice. Wait a second… That's not gonna work. But I know what will. I'll hold onto the flowers. And I'll brush black paint over them. I wanna coat the petals and stems. I'll try not to get any paint on the paper. Now I'll place another sheet on top of the flowers. Then I'll gently press down on them. That should do it. The paint will transfer to the paper. That looks great. I'll leave it on the desk. I hope it'll be a nice surprise. And now, I'll act natural. Naomi is beautiful. I could look at her all day. She's the perfect girl. Huh? What's that? Oh, it's Naomi's birthday. Luckily, I'm prepared. I have her gift right here. I just need to put it into a gift box. She's gonna love it. Hmm. No one's around. There's one more special gift. This diamond ring. It belonged to my granny. She just doesn't know I took it. It's beautiful. Hello? Is someone in here? AHH! Don't scare me like that! Huh? Are you okay? Wait. This isn't the bathroom. Ugh. Oh no! The ring! Where did it go? Ah. There it is. I was worried. My heart was thumping. This floor is so dirty. But not anymore. Man, I love my job. Time to take out the trash. I hope there's nothing important in here. Another successful day. Well, I guess my work here is done. Time to get home. Did…did that just happen? The ring! It's gone! What am I gonna do? Come on, think! Wait a second… I think I've got it! I can use the nail polish. Yeah, this might work. But I'll need to be quick. I've got clear nail polish. I'll paint that onto the cap of the water bottle. Then I'll paint it with pink nail polish. Next I'll add gold flakes. Then I'll let it set. I can slide it off the cap. It's a homemade ring! That makes it more romantic. It's perfect! Not you again! Whoa! Stop doing that! Sorry! My bad. This is ridiculous. But at least the ring is safe. I'll put it into the box. Everything is ready. Мне так скучно. Эта формула – одна из моих любимых. Наконец-то! Можно уходить! Как я рада, что урок кончился. Вот я и дома. Ну и денек. Пора расслабиться. Добро пожаловать на наше шоу. Приглашаем прекрасных дам сыграть в игру. О, окей. Звучит неплохо. Вы точно не пожалеете. Нажмите кнопку, чтобы начать. Поехали! Что происходит? Куда это я попала? А? Минуту. Ты? Что ты здесь делаешь? Ма-ха-ха. Мой план начинает работать. Ну же? Ага. Нашел. Нужно заняться загаром. Вау. Как он это сделал? У меня и для вас кое-что есть. Думаю, вам понравится. Это точно добавит света в вашей жизни. Что? Это шутка какая-то? Что мне с этим делать? Будь инициативнее, Луна. Тогда и контрольной будешь лучше писать. О, смотрите. Такого я не ожидала. Выглядит слегка пыльной. Хм. Протру немножко. Может быть, оттуда вылетит джин? Что? Кто меня вызвал? Эй, отзовись. А, вот ты где. Что? Ей достался джин, а мне дурацкая спичка? Почему ты высовываешь язык? Ты меня не узнаешь? Серьезно? А если вот так? А? Ну? Ага, точно. Теперь я вижу. Но, Альберт, разве ты не должен исполнить мое желание? А, ведь я ученый, а не волшебник. Но у меня есть для тебя эксперимент. Оф, это было непросто. Что ж, желаю повисеться. Нет, Альби, вернись. Я надеялась, что мы поужинаем вместе. Пока-пока. Мне суждено вечно быть одной. Но он хотя бы оставил мне подарок. Не ужин при свечах, конечно. Наливаем газировку в вазочку. Вот столько достаточно. Теперь берем банан и помещаем один конец в газировку. Сама не верю, что это делаю. Хм. Теперь нужно засунуть в вазу лампочку. Чувствую себя так глупо. Секунду. Вау. Вы это видите? Альберт, ты просто супер. Вау. Ну что же мне делать с этой спичкой? Я все должна тебе объяснять. Зажги ее. О, все так просто. И почему я не догадалась? Кажется, она не работает. Мне пора найти другую работу. Я совсем никудышный учитель. Нужно чиркнуть ей обо что-нибудь. А, поняла. Это я смогу. Нет, все равно не работает. Окей, спичка. Теперь это личное. Гори. Я не шучу. Ты меня разозлила. Я это сделала. С помощью мысли. У меня сверхспособности. А, как это возможно? Глазам не верю. У меня и прям великолепные усы. О, хорошая работа, Луна. Впечатляет. Я горжусь тобой. А что у нас здесь? Я смотрю, ты встретила Альберта. Хм, нужно выбрать победителя. Я в хорошем настроении. Вы обе победили. Дайте пять. Хм, у меня есть хорошая идея. На этот раз попробуем кое-что с цифрами. Все в порядке. Не надо аплодисментов. Математика? Я думала, это будет просто игра. Не уверена, что тут нужно делать. Я любуюсь собой, а вы портите момент. О, он такой грубиян. Нужно подумать. Тут должно найтись что-то полезное. О, это может пригодиться. Книга по математике всегда поможет. Возможно, я найду ответ на ее страницах. Хм, поглядим. Нет, это не то. У меня нет поля и коров тоже нет. Вот именно то, что мне нужно. Я знала, что эта книжка меня выручит. Берем ручку и начинаем работать. Для начала напишем цифры 1 и 2. А теперь вот здесь 3 и 4. Теперь нужно соединить их вместе. Добавим новые линии и большой полукруг. Осталось несколько штрихов и вышел милый слоник. Мы сделали его с помощью цифр. Есть ли хоть что-то, что не под силу математики? Я горжусь собой. Хм, ну да, классно. Постойте. И это все? У меня получится круче. Приготовьтесь изумляться. Рисуем два небольших овала. А затем еще два под ними. И, наконец, рисуем овалы побольше внизу страницы. А теперь пора включить креатив. Нарисуем вот такие ножки, как будто он присел. О, не забудем про уши. Так-то лучше. Теперь добавим детали глазам. Это сразу оживит рисунок. Нанесем вот такие линии на хобот. Выйдет невероятно мило и очень похоже на настоящего слона. Нарисуем маленькие пальчики на ногах и красивый хвостик. Теперь осталось раскрасить. Для глаз нужна черная краска. Главное, ничего не испортить. Этот оттенок серого идеален для туловища. Вот, готово. Выглядит замечательно. Вот это и правда, слон. Эм, действительно, очень хорошо. Но решать будем не мы. Эй, мы закончили. Так быстро? Вау. Ах, такой очаровашка. Браво, Луна. Но где же цифры? Минуту. Что? Я думала, что мы рисуем слонов. Что ж, победитель очевиден. Поздравляю. Спасибо. Я хочу поблагодарить моих маму с папой и моего кса Ровера. Надеюсь, вы готовы к следующему раунду. Постойте, вы это слышали? У меня бурчит в животе. Я знаю, что делать. Время перекусить. Я надеялась, что он это скажет. Эм, где же еда? Не поможете мне? Ох, ладно, прошу. Надеюсь, теперь вы рады? Вау, только поглядите. Такой большой выбор. Я хочу шоколад. И банан. Где ваши манеры, юная леди? Что ж, я возьму это. Значит, вот тогда. Хорошо. Ну, тогда я беру вот это. Не так быстро. Вы их сломали. Я? Это все из-за тебя. Что же мне теперь делать? Постойте, у меня есть задумка. Разломим шоколадку на кусочки и положим их внутрь попыта. Нужно покрыть ими всю поверхность. Теперь растопим шоколад, чтобы он заполнил ячейки. Затем берем маленькие хлебные палочки и помещаем их в жидкий шоколад. Должно выйти что-то вроде этого. Дадим шоколаду затвердить. У меня уже слюнки текут. Вынимаем наши сладости из попыта. Ах, они такие маленькие и милые. И очень-очень вкусные. Настоящее блаженство. Ого, умно придумано. А я использую тортилью. Положим ее на гладкую поверхность. Теперь возьмем шоколад, растопим его и размажем. Кладем сверху банан и сворачиваем тортилью. Но это еще не все. Добавим расплавленный маршмеллоу и кокосовую стружку. Осталось нарезать вот такими кусочками. У нас вышли сладкие суши. Польем сверху шоколадом. Ммм, какая красота. Нет, выберите мое блюдо. Мое блюдо вкуснее. Они оба смотрятся чудесно. Мне не терпится попробовать. Ого, просто невероятно. Такой трудный выбор. Но я принял решение. Это ничья. Да, круто. А, куда все делось? Быть популярным ведущим – тяжелый труд. Я проголодался. Прошу меня извинить. О да, то, что нужно. Я вновь свеж и красив. Вот ваше следующее задание. Вас ждет хитроумный тест. Тест? Но я ничего не учила. О-оу. К счастью, у меня есть телефон. Эээ, никаких гаджетов. Эээ. Но, но… О, но прямо как в школе. Ну ладно, правила есть правила. Но правила существуют, чтобы их нарушать. У меня есть классный план. Зацените-ка. Выводим на экран картинку с карандашами, делаем ее покрупнее и кладем телефон в пенал. Выглядит так убедительно. Он ничего не заметит. Теперь можно писать тест. Хорошая отметка обеспечена. Хм, кто бы мог подумать. Со шпаргалками тесты писать гораздо легче. Кажется, это неплохая идея. Даже не верится, что я это делаю. Спрячу телефон в этот цветочный горшок. Серьезно? У меня в запасе есть другие хитрости? Хотя нет. На это тяжело смотреть. Я не сдамся. Как я выгляжу? Прошу, хватит. Я так больше не могу. Что мне делать? Ага, я знаю. Это точно сработает. Мне понадобится блокнот. О, здесь как раз есть блокнотик. Очень кстати. Нужно действовать быстро. Открываем блокнот. Теперь берем телефон и кладем его на страницу. Заворачиваем его в бумагу, чтобы было незаметно. Надо все делать тихо. Осталось лишь перевернуть телефон, и он исчез. Прямо как настоящие фокусы. Веди себя как обычно. Он ничего не заметит. Положите ручки, время закончилось. У меня хорошее предчувствие. Проверим ваши работы. Ого, я удивлен, Луна. Я думал, ты не справишься. Эм, я так старалась, но мне не хватило времени. Я еще ни разу не проваливала экзамен. Но все бывает в первый раз. Это облегчило мне выбор. Побеждает Луна. Я умнее вас. Молодец, Луна. 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 Let's try these suckers on for size. I feel cooler already. This definitely calls for a selfie. Do you mind? Of course! Let's show the world our new creations! Cheese! Ugh. Mornings are rough. Ouch! Who left this guy on the floor? You can sit right here and watch me brush my teeth. Sound good? Oh no! Can anything go right this morning? Well, that's definitely broken. I wonder what I can keep my toothbrush in now. Wait a second. This dinosaur may be more useful than I thought. Put your toothbrush against the toy's chest with the bristles just above his edge. Take a marker. Mark where it sits on the dinosaur's top and bottom. Take a marker. With a blade, cut through where you just marked. Once you've done it to both spots, stand the toy up on its legs. Grab your toothbrush and stick it through where you just cut with the blade. Why, thanks for holding my toothbrush, little guy. My pleasure. Ooh, this new lipstick shade really makes my look pop, doesn't it? Oh geez, my stuff is all over the place. I wonder if this jar can come in handy. Screw off the jar's lid and set the glass part aside. Take a little toy like this one and flip it onto its back. Take either hot glue or regular white glue and put some on the undersides of all the toy's feet. Once you've done that, flip it over and stick it straight onto the jar lid. Make another one. Make them uniform by spraying them with your favorite color paint. We chose a nice shade of blue. Once it's all dry, screw the stylish new lid onto the jar full of Q-tips. Or whatever else you want to put in there. Super fun, right? Okay, gotta study for this midterm. Whoa, just wish it wasn't boring me to sleep. Hey! I was reading you! Kind of. Ugh, where was I? Hmm? Think, Emily, think! Have an old Barbie doll you never play with anymore? Take a sharp blade and cut across her legs. Just under her knees. A little gruesome, but it ends well. I promise. Cut down no further than an inch. Watch your fingers! Sorry, Barbie. Get a piece of paper and slide it through the leg you just cut, like so. Don't forget the other leg! After you've prepared the arms that weigh us the legs, add them onto the paper as well. Whoa! Looks pretty freaky, doesn't it? If you're in the middle of reading a book, take your new bookmark and stick it right onto the page you want saved. Ha! It looks like you have a little Barbie stuck in your book. No, I'm gonna go for it! I'll make it to you. Good idea. Где моя ручка? Oh, двorецкий. Вот это другое дело. Подождите секунду, она не работает. Дворецкий. Срочно исправить. О, вот ты где. Это шутка? Что происходит? Это уже не смешно. Дворецкий. Ну все, с меня хватит. Это так раздражает. Хм, посмотрим. У меня есть идея. Нужно просто намочить наконечники. Отлично. Посмотри, какая красивая радуга. Ты в порядке, Эва? Дворецкий, ты знаешь, что делать. Не подведи меня. Ого, посмотрите на это. Замечательно. Тут так много всего. Внимание, ребята. Сегодня мы будем рисовать русалок. Они в некотором роде похожи на рыбу. Вау, это круто. Вперед. Эх, мой счастливый карандаш. Он никогда меня не подводил. Больно на это смотреть. Мне нужно позвонить. Я на месте. Обстановка нормальная. Нет видимых угроз. Товары в безопасности. Пора доставить посылку. Поехали. А знаете, что интересно? А? Почему так долго? Нужно было убедиться, что за мной никто не следит. Думаю, вам понравится. Поиски были сложными. Вау, ничего себе. Ты хорошо справился. Сколько тут всего. Ты это видишь. Неплохо, правда? Что ты сказала? Вау, это так круто. Намного лучше, чем мой карандаш. О, ты шутишь. Это же мой счастливый карандаш. Это было смешно. Сейчас заплачешь, ботаник. Что? Это очень грубо. Мне вообще-то обидно. Я все расскажу маме. Оу, боюсь, боюсь. Ой, как громко. Дай сюда. Есть. Эй, а я молодец. Думаю, это последний. Вы это видели? Он, он потрясающий. Вау, как он это сделал? Подождите, у меня появилась идея. Я могу использовать банку из-под чипсов. Сначала нужно сделать отверстие в основании. Вот так. Теперь я сниму крышку и насыплю сюда конфеты. Ммм, выглядит аппетитно. Этого достаточно. Теперь нужно вырезать диск из крышки. Идеально. Он должен поместиться в банке. Теперь нужно все украсить. Я оберну банку цветной бумагой. Отлично. Получилась крутая подставка для карандашей. Неплохо, правда? Этот мальчик далеко пойдет. Нам бы пригодился кто-то вроде него. Расскажу о нем парням. Думаю, я заслужил угощение. Ммм, вкусно. И учительница ни о чем не догадается. Я пытаюсь сосредоточиться. Мне нужно больше конфет. Я такой молодец. Что у нас тут? Ого, какой ужас. Двойка. А это еще хуже. Ужасно. Просто ужасно. Ну что же, пора кое-кого разочаровать. Какое милое селфи. Жаль, что ты не уделяешь столько времени учебе. Двойка. Что это за пятно? О, моя оценка. О нет, опять двойка. Моему папе это не понравится. Больше никакой кредитки. Мои деньги могут тратить только лучшие. Я старалась как могла, папа. О, золото. Ура. Это будет тебе уроком. Помогите. Это ужасно. Мне конец. Вот. Как ты мог, Дэвид? Я не могу на тебя смотреть. Вот твой новый телефон. Вы шутите? Алло. Это так странно. Я не допущу этого. Я поговорю с учителем. Мне нужно это исправить. Это что, шутка? Я хочу, чтобы вы изменили оценку. Пытаешься меня подкупить? Я? Ни за что. Я бы и не подумала. Ах, понимаю. Секунду. Вот, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Обожаю свою работу. Не могу в это поверить. Эй, смотри. У меня пятерка с плюсом. Что? Как? Ну, я просто умная. Что мне делать? Подождите, я понял. Это будет просто. Я исправлю оценку прямо на бумаге. Вот так. Гораздо лучше. Я заслуживаю пятерку с плюсом. Мама и папа будут мной гордиться. Выложу эту фотографию на моей странице. Подожди, ты тоже получил пять с плюсом? Конечно. Зацените эту помаду, девочки. О, боже, тебе так повезло. Я знаю, она самая лучшая. Мои губы будут смотреться так круто. Девочки, куда вы делись? Серьезно? Просто дышим. Упс. Этот цвет вам идет. Хорошая попытка, но ты знаешь правила. Никакого макияжа. Ну, может, мы и договоримся? Похоже, это значит нет. Надо посмотреть, как я выгляжу. О, нет, я без макияжа. Но у меня всегда есть кое-что. Секретный запас макияжа для экстренных случаев. Я это возьму. Никакого макияжа. Так нечестно. Это просто отстой. Какой во всем смысл, если я не могу блистать? Жизнь так пуста без косметики. Постойте, я знаю. Использую эту замазку. Как раз то, что мне нужно. Для начала выльем всю жидкость. Например, в это блюдце. Позже еще пригодится. Теперь нужно вымыть бутылочку. Затем возьмем любимый блеск для губ. Можно использовать пипетку, чтобы извлечь его из тюбика. Это облегчит задачу. И ничего не испачкается. Итак, переливаем блеск в бутылочку из-под замазки. Наполню ее целиком. Вот так, достаточно. И закроем крышку. Я такая умная. И мои губы будут потрясающими. О, да. Какое классное чувство. Мне так этого не хватало. Что ты делаешь? Вау, мне тоже нужно. Возьми это. Окей, девочки. В очередь. Спасибо, Эси. Дай мне, дай мне. Ты супер. Вау. Приятно иметь с вами дело. Мне так скучно. Нужно вздремнуть. О, стоп. Я все еще в классе. Время вышло, сдавайте свои работы. Я не закончил. Я точно не сдам тест. Думаю, будет очередная двойка. Да, да, как-то так. Давайте быстрее. Хорошо. Теперь нужно проставить оценки. Едва держу глаза открытыми. Я с этим закончила. Так весело. А, так есть хочется. Я что-нибудь закажу. Алло. Можно мне сделать заказ? Воу, какая быстрая доставка. Ммм. Настоящий пир. И все это мое. Еще хочу еще. О боже, до чего здорово. Весь день готово есть. Такое жирное и так пачкается. Обожаю. Ах, было просто классно. Упс, плохо дело. Нужно все убрать. Может, они не заметят? О, у меня есть идея. Сперва вырежем секцию блокнота. Теперь возьму клеевой пистолет. Нанесу клей на блокнот. И приделаю кусок зеленого фетра. Разглажу его, чтобы не было складок. Теперь добавим еще белый и красный фетр. Но это еще не все. Приклею сверху маленькие кусочки черного фетра, расположив их в форме арки. Выглядит отлично. Готово. Получился арбуз. Гораздо интереснее скучного блокнота. Здесь пахнет гамбургерами. Окей, класс. Внимание. Вот ваши отметки за тест. Очень плохо, Алекс. Держи. О, это не мой блокнот. Что происходит? Чш, это наш секрет. Постойте. Эй, это круто. Спасибо. Отлично. Итак, ребята. Уху. Веселимся. Это так весело. Обожаю вечеринки. А, больше никогда не пойду на вечеринку. Вода просто изумительная. Но мне нужно вздремнуть. Почему так громко? Пошли. Нам точно это нужно? Допоздна гуляли, девочки. Прямо во время учебной недели. О, сегодня экзамен. Надеюсь, вы все выучили. Экзамен очень трудный. Удачи. Спасибо. Она мне пригодится. Сама не знаю, что делаю. О, погодите. Можно ведь писать. Обожаю гаджеты. О, нет, учительница. Это так просто? Никаких телефонов в классе. Давай сюда. И смотри у меня. О, нужно спрятать мой. Здесь становится жарко. Минутку. У меня есть хитрый план. Использую этот скотч. Нанесу полоски ленты на джинсы. Затем наклею скотч на телефон. И прикреплю мой гаджет вот так. Теперь его можно прикрыть куском джинсов. Можно легко прятать гаджет, когда учительница близко. Просто и гениально. Хм, постойте-ка. О, лучше прикрыть телефон. Веди себя обычно. Что здесь происходит? Классный тест. Один из лучших. Хм, окей. Она купилась на это. А у меня все готово. Вау, как быстро. Стильная юбка. А? Что ты сказала? Как это вышло? Как неловко. Нельзя, чтобы кто-то увидел. Ну, давай же. Кажется, у меня слишком много всего в шкафчике. Пожалуйста, закрывайся. Почти. Наконец-то. Я думала, уже никогда не... Ай! Спать хочется. Хм, шкафчик Шерил открыт. Странно. Шерил? Ты в порядке? Шерил, очнись. Мамочка, я не хочу идти в школу. Ей надо помочь. Ну как? Кажется, этот пакетик пригодится. И этот магнит. Может сработать. Помещаем пакет в шкафчик и закрепляем магнитом. Сделаем тоже с другой стороны. Вот так. Хорошо. А теперь заполню пакеты вещами Шерил. Это поможет ей навести порядок в шкафчике. Вау, у нее столько всего. Совсем другое дело. Теперь надо заняться Шерил. Ю-ху! Ты... Ты ангел? О, это всего лишь ты, Луна. Я убралась в твоем шкафчике. Теперь там все на своих местах. Ух ты. Так аккуратно. Глазам не верю. Спасибо, ты супер. Всегда, пожалуйста, отпусти меня. Мне больно. Конечно, подруга. Возьму учебники для урока. Упс. Притворись, что ты ничего не видела. Как вы видите, эта картина выполнена в божественных цветах. Они напоминают о летних ночах и жарких соблазнах. Ну что, готовы начинать? Приступим. Не волнуйтесь, дети, я в порядке. Иногда искусство требует жертв. Только и всего. Возвращайтесь к своим мольбертам. Если будут вопросы, я здесь. Ну ладно, я готова создать свою картину. Ну, прекрасно, мне нравятся эти цвета. Мне нужно еще больше фломастеров. Фломастеры. Дайте мне фломастеры. Больше. И эти, и эти тоже. Да, вот что мне нужно. Прекрасно. Да, вот такое вдохновение я и хочу видеть на уроках. Кажется, этот фломастер закончился. Возьму другой. А? Куда они подевались? Эй, она их все себе захапала. Ну а мне что прикажете делать? И здесь еще этот цвет добавим. Да, шедевр. Это просто смешно. Ну и как мне рисовать без фломастеров? Хм, погодите-ка. У меня есть идея. Сейчас. Обожаю эти маленькие раскраски. Нужно пробраться сюда. Они мне нужны. Наверное, послышалось. А куда делись мои ватные палочки? У меня уши чешутся. О нет, о нет. Эт, подожди, успокойся. Все будет хорошо. Ну вот, у меня есть запасные. Все в порядке. Отлично. Первая часть моего плана удалась. Теперь приступаем к работе. Нужно обернуть ватную палочку тонкой бумагой. Полностью. А теперь возьмем декоративный скотч. О, мне так нравится этот фиолетовый горошек. Такой милый. Просто обернем палочку скотчем. Выглядит потрясающе. А теперь нам нужен краситель. Например, пищевой. Окунем в него в ватную палочку. Проверим, что у нас получилось. Моя картина спасена, но нужно сделать все цвета радуги. Ладно, вернемся к работе. Привет, картиночка. Я по тебе скучала. Теперь у меня есть много цветов. Я самый гениальный художник в мире. Готово. Это просто шедевр. Ну, хорошо, ребята. Давайте посмотрим, что вы нарисовали сегодня. Вот моя картина. Она прекрасна. Я изобразила страх, который испытывает человек, стоящий на темной лестничной клетке. Ладно, надо рассмотреть детали. Хорошо, хорошо. Вижу, что ты использовала здесь синий цвет и оранжевые блики. Хорошо. А здесь у нас куча штрихов. Ау, а это что? Откуда взялись эти палочки для рисования? Прекрасно. Какое чудо. Отличная работа, моя дорогая. Я одолжу одну штучку, если ты не против. О, конечно, без проблем. О, точно. Я ведь делала записи в журнале. Ау, божечки. Что же я делаю? Ау, посмотри на эту ручку. Классная. Хочу такую. Не может быть. Ты видишь тоже, что и я? Ну ладно, решено. Посмотри, сколько у меня денег. Уверена, я смогу купить эту ручку. Вау, подруга. Да, куча монет, а денег нет. Хм, тут есть старая ручка. Сейчас вернусь. Ладно, это самая обычная ручка. Нужно измерить кое-что и подрезать. Нанесу клей на кончик, а затем надену колпачок. Теперь нужен фоамиран. Нанесем еще клей по краям фоамирана. Теперь обернем его вокруг стержня. Нужно, чтобы все было аккуратно, красиво и надежно. С помощью маленькой трубочки проделаем круглое отверстие в фоамиране. Больше клея. А теперь пришло время блесток. Высыпаем блестки в пластиковый корпус ручки. И еще нужна жидкость. Закрываем этот кончик клеем и фоамираном. Теперь добавим клея на детали самой ручки. И сюда же можем приклеить корпус блестками. Божечки, смотрите, какой милый единорог. Его мы тоже добавим. Еще немного клея. Роскошная ручка готова. Эй, Джули, у меня для тебя подарок. Я сделала эту ручку. Что? О боже, она просто потрясающая. Ты лучшая подружка в мире. Погоди секунду, у меня для тебя тоже кое-что есть. Вот, я сложила оригами. О, эм, вау. Хорошо, спасибо большое. Упс, в оригами она явно не сильна. Вау, только посмотрите на эти блестки. Потрясающе. Это лучшая ручка в мире. На самом деле все очень просто. О чем он говорит? Ничего не понимаю. О нет, этого не может быть. У меня закончилась тетрадь. Я знаю, просто возьму деньги. А, мне нужно больше. А можно помедленнее? Так много информации. Подождите, что он сказал? Дайте мне секунду. А можете повторить. Я? Я не понимаю. Это очень важно. Вам понравится. Это? Это же так интересно. Я поверю вам на слово. У меня закончилась бумага. Подождите, моя рука. Я просто напишу на ней. Так много информации. Что за? О, вот и звонок. Ну, урок закончен. Я вытру дашку. Мне было очень весело. Ну, всем пока. Что? Я не закончил. Что нам теперь делать? Я отлично выгляжу. Мне нравится эта помада. Не хочу опаздывать на урок. Осторожно. А, что случилось? У меня шишка будет. Нужно собрать свои вещи. А, это не мое. Как-то странно. Это твоя тетрадь. Шикарная. Дай сюда. Тебе такие вещи не по карману. О, моя печать. Я отмечу все свои вещи. Теперь сразу будет понятно, что принадлежит мне. Фу, мне все равно. О, клей-карандаш. Он мне может пригодиться. Мне не нужна роскошная печать. Да, это подойдет. Начинаем. Мне понадобится нож. С его помощью я вырежу фигурку на клее. Я уберу немного по бокам. Торопиться не нужно. Одна ошибка, и все испорчено. Я уберу эту часть. Нормально. Но мне нужен краситель. Я воспользуюсь краской. Вот так. Хорошо. Настал момент истины. Я прижму клей к бумаге. Получится сердечко. Посмотри. Что за? У тебя тоже есть печать? Я тебе покажу. Значит, вот как. Я все равно лучше. Ты никогда меня не победишь. О, она меня так раздражает. Это мой плакат. Это ты так думаешь? А вот и нет. Я всегда хотел себе такой плакат. Слишком медленно. Ха-ха. Часы мои. Я могла бы делать это целый день. Это мой стол. Я всегда хотел себе этот приз. Что происходит? О-оу. Это я зря сделал. Что? О, нет. Вы серьезно? Ну все. Решение только одно. Я ставлю тебе двойку и тебе тоже. Да, думаю, это справедливо. Теперь убирайтесь отсюда. Мне нужна новая работа. Ах. Какой скучный урок. Что это? Откуда это взялось? Контрольная? Это правда? Что? Контрольная? Да нет. Это наверняка шутка. Нет. Нет. Никаких шуток. И это сложная контрольная? Ах, да ладно. Я даже не готовился. К счастью, мне и не нужно готовиться. Я могу воспользоваться телефоном. Я положу его в свой пенал. У меня тут есть все ответы. Ха. Ага. Этого я не знала. Это будет легко. Удачи, Дэвид. Я ничего не напишу. Наверное, снова получу двойку. Хотя. У меня есть отличная идея. Нужно только немного изменить ручку. Сначала я разберу ее. Мне нужно снять эту часть. Отлично. Теперь я прикреплю полоску бумаги к ручке. Здесь есть все ответы. Затем я верну эту деталь обратно. Главное, чтобы шпаргалки не было видно. Идеально. Теперь у меня все получится. Хм. Как интересно. И учительница ни о чем не догадается. Мне просто нужно покрутить ручку. И я увижу ответы. То, что нужно. Надо поторопиться. И что здесь происходит? Отлично контрольно. Одна из лучших. Я так стараюсь. О-оу. Нужно себя не выдать. Я поменяю изображение на телефоне. У меня ручка закончилась. Хм. Хорошо. Уф. Чуть не попался. Это точно. Она ни о чем не подозревает. Это наш секрет. Хочется верить, что вы обе подготовились. Очень на это надеюсь. Выглядит сложно. Может, для тебя и сложно, Нина. Что это ты делаешь? О, жадина. Похоже, надо самой решать. Ничего тут не понимаю. Кто-то мне звонит. Сидим смирно, хорошо? Да, он ушел. Пора заглянуть в ответы. Прямо не верю своей удаче. Хорошо, что сегодня я надела юбку. Надеюсь, все это отмоется. Ну, вроде готово. Жаль, что на мне нет свитера. Дурацкая короткая юбка. Чувствую себя так неловко. Придумала. Тут поможет капелька косметики. Ага, вот нужный оттенок. Главное, чтобы можно было прочесть. Вот теперь можно писать тест. Я такая умная. Я тоже тебя люблю, Бамуля. Он ничего не заметил. Точно напишу на отлично. Ответы вижу только я. Зачем зубрить, когда есть шпаргалки? Все готово. Ну и быстро же ты, Нина. Отлично поспала. А сколько времени? О нет, я опаздываю. Надо торопиться. Пора одеваться. Кажется, у меня слишком много одежды. Моя голова. Ну, хоть время сэкономила. Привет, мам. Будешь завтракать? Что на тебе надето? Что? Прости, мам, мне пора. Какая она странная. О нет, опять? Ну, не каждый же день. Привет. Мне надо бежать, мам. В чем она сегодня? Ей надо лучше одеваться. Какой беспорядок. Повсюду одежда валяется. Почему я должна это все убирать? У меня отличная идея. Сначала вытащим всю одежду. И повесим органайзер. Все уже стало так аккуратно. Наряд на каждый день. Вот так. Мама все устроила. Просыпайся. Пора собираться в школу. А? Мне такой хороший сон снился. Пора одеваться. Та-да. Давай же. Хорошо, я встала. Смотри, как все аккуратно. Вау, мам, это же вся моя одежда. Ты собрала мне комплекты. Какая классная идея. Все так хорошо сочетается. О нет, сколько время. Ты моя малышка. Хорошего дня. Спасибо, мам. Ты лучше всех. В новом челлендже Лекси и Мэг создали настоящие шедевры. Надеемся, они вдохновили вас на то, чтобы тоже заняться творчеством. А какой ваш любимый лайфхак для рисования? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить больше крутых роликов. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Значит, здесь сидят наказанные, да? Привет. Как дела? Ой. Хочется, чтобы все это закончилось. Поехали. Фу, это очень утомительно. Руку свело судорогой. Вот. Мне еще много надо написать. Она красит ногти на ногах? Прошу прощения. Я за экономию времени. Это гениально, правда? Все можно написать в два раза быстрее. Держи. Спасибо. Посмотрим. Это правильно? Меган, ты меня напугала, дорогая. Алло? О, да. Мама оставила свой компьютер. Она пока не вернется за ним. А это значит, что у меня есть время поиграть. Вау, какая классная штука. Но я хочу кое-что улучшить. Белый цвет, это так скучно. Нужно больше блеска. О, какой красивый зеленый цвет. Мама будет в восторге. Только посмотрите на эту сверкающую радугу. Нужно украсить его из внешней стороны. Как будто с него копыт слизь. Разве это не круто? Сколько цветов может поместиться на этой штуке? Затем я покрою все белым цветом. Готово. Это настоящий шедевр. Вот так. Мамочка, подожди. Я опоздаю. Не забудь свой компьютер. О, спасибо, дорогая. До встречи. Эй, прекратите смеяться. Так, дети, успокойтесь. Мне нужно, чтобы все были сосредоточены. Только посмотрите на этот беспорядок. Я терпеть не могу, когда вещи лежат не на своих местах. Так намного лучше. Сегодня мы изучаем дроби. Что за... Это мой ноутбук? Я боюсь его открывать. Он не выглядел так. Ее ноутбук кто-то украсил. Эй, не смеяться на уроке. Думаю, это и правда смешно. Мне нужно немного подкрепиться. Как же скучно. Прошу прощения. Никаких жвачек на уроке. О, нет. Она идет? Здесь ничего нет. Давай. Ладно. И? Ладно, ладно. Серьезно? Хорошо, но это все, что у меня есть. Все. А ты, Меган? Ладно, я поняла. Больше никаких конфет. А это она не нашла. Эва. Вот черт, не получилось. Ничто не пройдет мимо меня, дети. Правило есть правило. В общем. Сегодня просто ужасный день. О, это у меня в животе урчит. Наверное, я могла бы что-то съесть. Эти правила ведь не для учителей. Никто даже и не заметит. Никто и не смотрит на меня. О-о-о, да. О, они смотрят на меня. Наверное, я простудилась. Что теперь? А, подождите. Я поняла. Жвачка не обязательно должна быть похожа на жвачку. Вот. Теперь просто прикреплю ее на карандаш. Идеально. Ммм, то, что нужно. Она только что съела ластик. Смотри. О, что? Это же протеин. Лучше вообще ничего не есть. Я играю по своим правилам. Заканчиваем писать и сдаем работы. Я ни на один вопрос не ответил. Спасибо. Брайан, время закончилось. Сейчас. Уже иду. Нужно срочно что-то придумать. Иногда достаточно нескольких слов. Угадайте, что там. Окей, все готово. Пожалуйста, мэм. Так, посмотрим. Ой. Ну, да чего же мило. Так поднимает настроение. Сейчас напишу ответ. Надеюсь, ему понравится. Вот твоя оценка, Брайан. Ага. Что? Двойка? Ага. В школе может быть очень непросто. Особенно, если не знаешь, как справляться с проблемами. Я покажу вам один лайфхак. Что? Думаю, вам это очень пригодится. Сначала нужно нарисовать часы. Включай знак вычитания и приступим к математике. А часы нам в этом помогут. Та-да! Классная хитрость для вычитания. Что? Это потрясающе. Не за что. Если вы думаете, что это был крутой лайфхак, то дальше будет еще интереснее. Класс для наказаний. Да, он самый... Куча правил. Что ж, можно приступать к работе. Что? Да вы издеваетесь? Кто это вообще придумал? На это же сто лет уйдет. О, боже. Что-то она совсем скисла. О, нет. Посмотрите на ее руку. Наверное, она сидит здесь уже целую вечность. Я не хочу, чтобы со мной случилось то же самое. Отсюда должен быть выход. А это еще кто? Еще одна наказанная ученица? Она поворачивается. Она старая. Помоги мне. Ой. Настоящий скелет. Это же просто кошмар. Нужно начать, пока я не превратилась в старуху или в такие же кости. Секундочку. Есть идея. Во-первых, мне понадобятся ручки. Теперь скотч. У меня не простой скотч, а красивый. Обернем его вокруг ручек с двух сторон. А теперь попробуем. Смотрите, у меня получается сразу три линии. Я гений. А теперь можно приступать к работе. Сразу три предложения одновременно. Как удобно. Выходит, просто здорово. Смотрите, как быстро я все закончила. Вот и все наказание. Я пошла. Так нечестно. Как же я люблю школу. Какая же она шумная. Я иду на рекорд. Я тут пытаюсь учиться. На вся. Отвратительно. Займись своими делами. Учительница. Она пользуется телефоном в классе. Микки, ты знаешь правила. Убери телефон. Ладно. Вот так-то. Она хуже всех. А что если немного подумать? Взгляну-ка по-быстрому. Минуточку. Есть идея. Нужно распечатать фотографию с моим лицом. Какая же я умница. Итак, возьмем фотографию и телефон. Нужно приложить фотографию к телефону. Идеально. А теперь возьмем клей. И нанесем его на заднюю часть чехла телефона. Отлично. Следующий шаг. Приклеим фотографию к телефону. Получается просто здорово. Что ж, попробуем. Возьмем телефон вот таким образом. Биология-то так интересна. Ну и ну. Она снова сидит в телефоне. Учительница. Она опять за старое. Хм. Да неужели? Да, она делает это прямо сейчас. Что ж, я ничего такого не вижу. Пожалуйста, перестань прерывать наш урок. Ссс. Я? Мешаю уроку? Сработало. Я победила. Это просто не честно. Это так интересно. О, привет. Смотри, кто тут у меня? Щеночек. Ух ты. Можно погладить? Конечно. Его зовут Пушок. Отличное имя. Какой ты симпатяшка. Ага. Всем привет. Привет. Я такая красивая. Красивая. Что? Подвинься. Нет. Да пофиг. Я заплачу, если ты пересядешь. Нет, я не продаюсь. Окей. О, какой милый щеночек. Так нечестно. И кем она себя возомнила? Я так зла. Ого. Ну и досталась от меня этой плитки шоколада. Хм. Хочешь подержать? С удовольствием. Да, я знаю, как ей отомстить. Тихо и незаметно. Отрежу уголок обертки от шоколадки. Теперь выдавлю шоколад на ее тетрадку. Получай. Какая милая собачка. О, нет. Плохая собака. Какая гадость. Сработало. Это мы уберем. Я вернулась. Привет, Пушок. Хороший мальчик. Какой чудесный день. Солнышко ярко светит. Сегодня будет хороший день. Я знаю. У-у-у. Класс. Ведро попкорна. Ммм. Пахнет вкусно. Поспеши. А-а-а. Отвратительная погода. Кошмар. И день просто ужасный. А-а-а. Я не в настроении. Ой, успокойся. Ты рассыпала попкорн. Вот, держи, угощайся. А-а-а. Ну ладно. Хм. Что мне сделать? Знаю. Нужно провести медицинский осмотр. Ты серьезно? Ты даже не настоящий доктор. Ты мне ничем не поможешь. Мне просто грустно. А-а-а. Твое сердечко грустит. Как жалко. Я должна тебя взбодрить. У-у-у. Улыбнись. Хм. Что тут у нас? О, конфеты. Секундочку. Кажется, у меня появился план. Вначале насыпем кукурузные зерна. Столько должно хватить. А теперь добавим конфеты. Вот, хорошо. Накроем крышкой и нагреем. О, конфетки тают и кукуруза лопается. Посмотрим, что получилось. Какой интересный попкорн. Кого угодно порадует. Эй, смотри. Я сделала тебе особый попкорн. Хм. Что это? Как ты это сделала? Пахнет вкусно. Ладно, сейчас попробую. Ого. Вау. Радуга у меня во рту. Мое сердечко больше не грустит. Ха-ха-ха. Фух. Я знала, что это поможет. Я так рада. Обожаю уроки рисования. Итак, сегодня мы будем рисовать кошку. Смотрите, какая милая мордочка. Начинаем. О, это трудно. Вот ее хвост. Эм, получилось так себе. Готово. Простите, я торопилась. Что? Невероятно. Худший день в моей жизни. Дай сюда. Для тебя что угодно. Есть идея. Это может сработать. Обернем ручки резинкой. И вот здесь тоже. Теперь можно обвести рисунок из учебника. Получается. Просто надо повторять линии. Идеальная копия. Вау. Смотрится круто. Отплат. Очень хорошо, Шерил. Спасибо. Спасибо. Ничего сложного. Четверка. Как всегда, прекрасно, Луна. Пять с плюсом. Ты это заслужила. Спасибо. О нет, он все еще печатает. Хватит. Хватит. Что? Ничего особенного. Ненавижу рисование. Ах, какой чудесный день. Как же приятно иногда побыть на природе. Что скажешь? Ух ты, потрясающе. А вот мой рисунок. И он мне очень нравится. Серьезно? Эм, ну ладно. Стоп. Ты это слышишь? Да. Это... Это пчела. Ааа. Прочь отсюда. Кыш, кыш. Оу. Лекси? Нет, что такое? Она улетела? Ух ты, как здорово. Так что теперь? Бззз. Всем привет. Это огромная говорящая пчела? Что она делает? Ммм, какой вкусный сэндвич. Но меда явно не хватает. Только взгляните на эту вкуснятину. Обожаю мед. Ой. Какой же он липкий. Придется снять перчатки. Так-то лучше. Это так странно. Может, мы просто пойдем? Алло. Да, мне нужна твоя помощь. Сейчас же. Ух ты. Быстрая доставка. Посмотрим, что тут у нас. О, перчатки. Стоп. У меня есть идея. Эй, ловите. Эм, я не очень люблю желтый цвет. И что нам с этим делать? А, идеально. Я хочу, чтобы вы сделали покемона. Из перчатки? Ммм, это будет непросто. Я даже не знаю, что делать. Но попытаться стоит. Я надую перчатку. И завяжу внизу узел. Выглядит отлично. Но это еще не все. Я загну два пальца. Мне понадобится скотч, чтобы удержать их. Теперь можно перевернуть перчатку. То же самое я сделаю со второй. А затем склею их вместе. Теперь мне понадобится воздушный шарик. Я хочу обернуть его вокруг перчаток. Здесь нужно быть осторожной. Не хочу, чтобы шарик лопнул. Это будут руки. Из второго шарика я сделаю хвост. И прикреплю его вот сюда. Теперь я нарисую кружок сверху. Получится глаз. Теперь носик. И широкую улыбку. Теперь ушки. Я закрашу черным только кончики. А еще у Пикачу розовые щечки. Их очень просто нарисовать. Два красных круга. Нужно убедиться, что они одинаковые. Ну вот и все. Выглядит в точности как Пикачу. Привет, малыш. Смотри. Ух ты, как здорово. И ты сделала его из перчатки. Кажется, у меня появился новый друг. А ты что будешь делать? Не знаю. Ммм, вкусно. Стоп. Я знаю. Я придумала. Сейчас я сделаю Пикачу. И начну с игрушечных глаз. Я приклею их к перчатке. Еще у меня есть два стикера из фетра. Из них я сделаю щеки. Кончики двух пальцев я раскрашу черным маркером. Теперь мне понадобится бумажный стаканчик. Я надену перчатку сверху. Теперь стаканчик нужно перевернуть. А мне понадобится нож. Я сделаю два небольших надреза. И затем просуну сюда соломинку. Осталось только одно. Я сверну перчатку так, чтобы она оказалась в стаканчике. Вот и все. Теперь осталось только подуть в соломинку. И мы увидим Пикачу. Та-да! Нет, даже не думай. Держись от меня подальше. О, и зачем тебе это? Какая злая пчела. О, я же так старалась. Это несправедливо. Все в порядке, Мэг. Не расстраивайся. Но это значит, что я выиграла. Хм, тут и думать нечего. Победил Алексии. Ю-ху! Поздравляю. Ого! Я обожаю этот канал. Только его и смотрю. Тина такая забавная. О-оу! Осторожнее! Этого я не ожидала. Да, брось. Это было смешно. Что же, я хочу тебе кое-что показать. Вот моя курица. Милашка, правда? Она тебе нравится? Да, а что? Мне больше нравятся попиты. Они намного круче. Попиты? Это же прошлый век. Сейчас в моде птички. Нет, попиты лучше. А у твоей курицы дурацкая прическа. Как ты посмела. И я бы сделала это снова. У моей курицы отличная модная прическа. О нет, это... Стоп! Так вот, значит как. Я так быстро не сдамся. Чувствую себя на все сто. Этот цвет тебе не идет. Прекратите спорить. Упс, прошу прощения. Успокойтесь. А вот и ваше следующее задание. Всякие жучки и червячки. Уверена, мы справимся. Ого, а это здесь откуда? Только взгляни. С таким набором мы точно сможем придумать что-то крутое. Стоп, а этим еще и делиться нужно. Я первая увидела. Это мое. Руки убери. Лучше я начну. У меня уже есть план. Для начала я нарисую бабочку. Ух ты, иногда я сама себя удивляю. Теперь нужно ее вырезать. Все это мне не нужно. Это можно убрать. О, отличная идея. Я могу использовать ложку. Только сначала нужно отломать ручку. Теперь я нанесу на крыло бабочки горячий клей. И приклею туда ложку. Так я сделаю с обоими крыльями. Хорошо, что я заранее купила много одноразовой посуды. Теперь я нанесу клей на голову. И на тело бабочки. Достаточно. Я распределю клей кисточкой. И нельзя забыть про усики. Отлично. Теперь мне нужны блестки. Я насыплю их на клей. Ух ты, какой красивый цвет. Еще я нанесу клей на ложки. Много его не понадобится. Осторожно, нельзя пропустить ни одну ложку. Я добавлю еще блесток. И на этот раз возьму другой цвет. Нужно работать быстро, пока клей не высох. Для внешней стороны крыльев я буду использовать фиолетовые блестки. Вот и все. Теперь можно стряхнуть остатки блесток. Как ярко. И выглядит просто отлично. Я знаю, ты завидуешь. Это нормально. Ладно, расслабься. Уверена, что я смогу с тобой побороться. Я нарисую круг на картоне. И затем вырежу его. Привет, Мэг. Не-не. Это было забавно. Теперь я проделаю отверстия в круге. Их должно быть восемь. По четыре с каждой стороны. Вот так. Теперь в каждое отверстие нужно просунуть кабельную стяжку. И застегнуть ее. Но оставить небольшую петельку. Идеально. Теперь я нанесу на картон клей. И распределю его кисточкой. Отлично. Сверху я насыплю блестки. Мне нравятся темно-фиолетовые. Они просто идеально сюда подходят. Еще я добавлю глазки. И избавлюсь от лишних блесток. Я закончила. Получился милый паучок. У него даже паутина есть. Осторожнее, он может напасть. Ты когда-нибудь видела такого милого паука? Куда он бежит? А-а-а-а! А, ты меня достала. Это просто шутка. Стоп. Паук. А-а-а! Прогони его. О, это было страшно. О, я его знаю. Серьезно? Ты дружишь с пауком? Нужно подвести итоги. Покажите мне ваши работы. Ничья. Молодцы. Вы обе отлично справились. Я сейчас расплачусь. Да, я снова выиграла. Мы обе выиграли. Привет, соседка. Сделаю вид, что не замечаю. Может, отстанет. Ты не любишь болтать, да? Я послушаю музыку. По крайней мере, я не буду ее слышать. О, они летят. Настоящие летающие наушники. Эй, вернитесь. Осторожно. Хватай. Фу, это было безумие. Скажи честно, они в порядке? Я так не думаю. Это ужасно. Я могу это исправить. Просто вытру кейс о свою футболку. Теперь он как новенький. Но я могу сделать его еще лучше. Я добавлю наклейку Барби. А еще мне понадобится розовый маркер. Я начну раскрашивать кейс. Отлично. Но наклейку я трогать не буду. Почти готово. Теперь можно убрать наклейку. Посмотри. Надеюсь, тебе понравится. Ух ты, это прекрасно. Именно такую реакцию я и ждала. Он просто чудесный. Эй, хочешь послушать музыку со мной? Вот, держи. О, это что, крик? Это я пою. Сама написала песню. Добро пожаловать на урок рисования. Мы будем создавать шедевры. Будет весело. У меня запланировано нечто особенное. Взгляните. Я сам это нарисовал. О, похоже на меня. Я модель. Конечно, хорошо. Я хочу, чтобы вы нарисовали нечто подобное. Пора приступать. Дайте подумать. Хорошо, я готова. Это будет просто великолепно. Вау, прекрасно. Хм, очень хорошо. Но я хочу раскрасить свой рисунок. Это сложнее, чем я думала. Придется выбросить это в мусорную корзину. Давайте начнем сначала. Спокойно, спокойно. Ну же. Как же сложно. Это так раздражает. Что ты наделала? Это был несчастный случай. Я все вытру. Все плохо. Мой рисунок уничтожен. Мне очень жаль. О, что это? У меня краска на пальце. Подождите, есть идея. Я сделала наброски на двух листах бумаги. Затем я перенесу их на картон. Теперь мне понадобится круг и прямоугольник из картона. Я наклею на них голову и надпись Барби. Затем я накрою их розовым картоном. Это как раз то, чего я хотела. Получается трафарет. А, что это? Эй, смотри, тебе понравится. Мне понадобится ролик. Я покрою его краской и пройдусь им по штампам. Краски должно быть много. Затем я прижму трафарет к бумаге. То же самое я сделаю с трафаретом Барби. Отлично, этого достаточно. Затем я перенесу все на бумагу. Сработало. Что скажешь? Здорово, не так ли? Я очень старалась. Подожди, я знаю, что делать. Мне понадобится золотой маркер. Я еще могу сохранить свой рисунок. Я пройдусь по краю пятна. Мне нужно сделать контур. Я не буду торопиться. Хочу, чтобы все было идеально. Можно приступать к следующему этапу. Я раскрашу голову черной краской. За контур выходить не нужно. Затем я нарисую силуэт. Ух ты, выглядит потрясающе. Та-да! Я знаю, это потрясающе. Воу! Именно такой реакции я и ждала. О, вы закончили. Не обращайте на нее внимания. Мой рисунок лучший. Вы обе настоящие художницы. Прекрасно! Ему больше понравился мой рисунок. Я так счастлива. Итак, класс. Контрольная скоро начнется. Мэдисон, держи свой листок. Ну, круто. Зря я не подготовилась. Надо было подготовиться. А вдруг мне кто-нибудь поможет? Математика. Это круто. Как здорово. Ого. Ему стоит заняться своей жизнью. Но, привет. Что? Ты не мог бы мне помочь? Конечно. Хотя, это будет стоить тебе один поцелуй. Тогда получишь ответы. Не так уж сильно они мне и нужны. Нет, чудик. Так, думай. Ты сможешь. Это же просто цифры. Мне это совсем не помогает. Как же все плохо. Давай мозг. Мэдисон, время заканчивается. Ушевеливайся. Я пытаюсь. Эй, ты. Один поцелуй, так? Какой день. Вау. Это всего лишь поцелуй. Представь, что это бабушка. Прямо в щечку. Ох. Мне надо прополоскать рот. Ну все. Эй, так ты дашь мне ответы? А, точно. Уговор есть уговор. Вот, смотри. Чтобы узнать ответ, запиши пример. Затем сложи эти цифры. Шесть плюс четыре равно десяти. Дальше нужно отнять два от десяти. Получаем восемь. Для следующего примера делаем то же самое. В этот раз складываем два и пять. Получается семь. Затем вычитаем два. В этот раз наш ответ пять. Ого, это гениально. Спасибо, это я смогу. Первый ответ восемь. Следующий петь. Она знает все ответы. Осторожнее. Ты мне не поможешь? Окей. Только за поцелуй. Надеюсь, это того стоит. Нечестно. Это моя девушка. Хм, и как мне найти игрек? А, ничего не понимаю. А, что делает Джина? Похоже, она очень занята. Конечно. Она поможет мне. Почти готова. Есть. Что ты делаешь? Просто дай мне минутку. Подождите, я поняла. Эй, рада помочь. Замри. Математика такая скучная. Я бы лучше отправилась в путешествие в волшебную страну. Посмотрите на этого единорога. Он прекрасен. Оу, вау. Какой он милый. Я вдруг поймала вдохновение. Это будет просто великолепно. Ну, я так думала. Рисовать это сложно. Но у меня есть идея. Саня? Ты уверена? Как ты могла? Ты исключена из школы. Без права на восстановление. Мама меня убьет. Подожди. Не делай этого. Стой. Почему? Есть способ получше. Поверь мне. Ты хочешь нарисовать единорога? Да? Тогда используй кальку. Обведи маркером все линии. Технически это тоже рисование. Можно учесть все детали. И даже выбрать цвета. Нет ничего лучше розовой розы. Это так красиво. Это так красиво. И детально. Как тебе? Вау. Спасибо. Это намного лучше, чем мой рисунок. Ура. Мне нравится. Всегда пожалуйста. Почти готово. Посмотрите на эти цвета. Больше, больше, больше. Интересный метод, Сани. О, да. Эй, я не часть твоего рисунка. Это новая футболка. Эта штука не отстирывается. Упс. Как мне это исправить? Может быть, на помощь придет творчество? Видите, этот большой карандаш? Мне понадобится ластик. Я придам ему другую форму. Видишь, это сердечко. Так мило, да? Все готово. Эй, смотри. Карандаш? Ластик. Я превратила его в штамп. Смотри. Нет, не трогай меня. Получится красиво, правда? Хорошо, давай. Я начинаю. Видишь, маленькие сердечки. Теперь твоя футболка такая милая. О, вау, это круто. Спасибо. Мой любимый единорог. Такой милашка. Но надо бы его раскрасить. Фломастеры где-то тут. Ой, это не к добру. Все испачкано чернилами. Как теперь рисовать? Мам! Что такое, милая? Ты только посмотри. А он, дорогая, все хорошо. Мамочка все исправит. Сначала все отмоем. Зачем нам такие грязные руки? А если рюкзак? Не получается. Подожди. Сейчас купим новый. Только телефон достану. Вау, рюкзаки сейчас такие дорогие. Все будет хорошо. Мамочка только деньги посчитает. Оу. Я знала, что все будет плохо. Не люблю, когда она так расстраивается. Минуточку. Кажется, я знаю, что делать. Должно сработать. Чтобы спрятать пятно, нам понадобится разноцветный фетр. Вырежьте детали для единорога. Нанесите клей на каждую. Убедитесь, что клея хватает. И приклейте деталь на рюкзак. Повторите то же самое со всеми остальными. Постепенно скрывая пятно. Не забудем про глазки. У единорогов выразительные ресницы. Какая красота. Привет, милая, как ты? Я хотя бы чернила с рук отмыла. Смотри, что сделала мамочка. Вау, рюкзак с единорогом. Как мне нравится. Спасибо, мам. Всегда, пожалуйста, дорогая. Он просто супер. Да, мы пришли на урок вовремя. Эх, вы двое. Хватит болтать. Начинаем контрольную. Ну да, контрольная. Хорошо, что мы готовились. Неплохо. У меня тоже есть маленькая шпаргалка. Мы точно ответим на все вопросы. Чего это вы улыбаетесь? Подозрительно. Нужно просканировать комнату. Ха, так я и знал. У них шпаргалки. Тревога. Нарушение правил. Эй. Эй. Ты и правда думала, что сможешь меня обмануть? Целая стопка шпаргалок, и ты их даже не прячешь? Как ты могла решить, что я не замечу? Но я тебя вычислил. И тебя тоже. Теперь держитесь. Что это у тебя здесь? Холодный кофе? Эй, минутку. Что ты там прячешь? Написано так мелко. Достойно восхищения. Но это все равно шпаргалка. Я ее забираю. Нет. Я не хочу получить двойку. Погодите. Кажется, не все потеряно. Я и забыла, что у меня есть еще шпаргалки. Вот здесь. А мне как быть? Эй. Что это у меня на ботинке? А, жвачка. А что если? Можно просто прилепить шпаргалку в подошве. Вот так. Надежно и незаметно. Теперь с ответами проблем не будет. Что происходит? Ау, ничего. Я просто обмахиваюсь. Здесь жарко. А она занимается йогой. А, окей. Кажется, все в порядке. Продолжайте работать. Ура. Пятерки у нас в кармане. Давай, сумка. Не отставай. Не могу поверить. Я рассыпала все вещи. Что такое? Да ладно. Как это возможно? Молодец, сумка. Ты отлично справилась. Время перекусить. Это я не очень люблю. Ау. В чем дело? Может, это яблоко утолит мой аппетит. Какое-то безвкусное. Ау. Опять? Да что ж такое? Осторожнее. Пить хочется. Ау. Здесь больше ничего не осталось. В этот раз я поймала. Вау. Какая у тебя классная сумка. Она намного круче моей. Эй, можно? Я хочу сделать селфи с тобой и твоей сумкой. Ага, конечно. Давай. Ничего себе! У нее такая чудесная сумка. Я тоже должен попасть на эти фото. Эта сумка идеальна для школы, мисс. Поздравляю. Не могу поверить, что-то происходит. Одну секунду. Эта пластиковая бутылка как раз то, что надо. Приступаем к творчеству. Возьмем застежку-молнию и, конечно же, бутылку. Обернем это вокруг бутылки вот так. Расстегнем застежку. Теперь можно сделать надрез на бутылке. Вуаля! Получился стильный пенал. Покрасим его серебристой краской и добавим языки пламени. У нас вышла ракета. Откроем пенал и вставим свернутый лист плотной бумаги. А теперь пора положить внутрь все мои ручки и карандаши. И не забудем вкусняшки. Пару сладких батончиков. Теперь застегиваем и все готово. Пора похвастаться моим ракетным ранцем. Мой ранец смотрится круче ваших. И я в любой момент могу подкрепиться. Эти ракетные двигатели оправдали мои ожидания. Плюс мне очень нравятся твои... Прости, мне нужно идти. Эй, можно посмотреть твой рюкзак? Такое прикольное пламя. Вау! Ого, не поделишься сладостями. Супер! О, так много внимания. Это чересчур. Ужасно! Нет-нет-нет-нет. Мне хватит. Отойдите! Что такое? Пока-пока, школа! Не может быть! Куда она делась? Улетела в космос? Вау! Это точно был луч ранец на свете! Что ж, может, мой тоже кое-на-что способен. Ранец, доставь меня в космос! Здесь так тихо и спокойно. Мне очень нравится. Бу! А? Эй, ты напугал меня. А? Это наше первое задание. Да? Вау! О, это свечи. Посмотри на этих малышей. Я не фанат таких вещей. Что я могу сделать? Ха, это хороший вопрос. Как насчет страшного призрака? Ммм. О, Джастин! Ты боишься? Не очень. Это я. О! Очень смешно. О, да ладно! У меня есть идея. О, конечно! Я украшу эту свечу воском из этой. Так он не отклеится. Я никогда раньше не рисовал воском. Сердечко. Воск затвердевает. Эй, это довольно круто. Я хочу попробовать. Мой воск растаял. Что может быть страшнее? Летучих мышей. Просто рисуйте формы в виде буквы В. Вот так. Круто, правда? Смотри. Вау, это потрясающе. Почти так же хорошо, как у меня. Вау, здорово. Я знаю. Они довольно хорошо сочетаются. Да, давай посмотрим. Ого! Да, это круто. И страшно. У меня мурашки по коже. Определенно. Завораживает, да? А, на сегодня хватит. Мне так скучно. Где наше следующее задание? Я надеюсь, что можно будет перекусить. Есть что-нибудь поесть? Нет, увы. Жаль. Я бы так хотела картошки фри. Посмотрите, их так много. Я бы хотела, чтобы вечно шел дождь из картошки фри. Да, продолжайте. Это невероятно. Соленое картофельное великолепие. Разве они не прекрасны? А? О-оу. Тебе помочь. Извини. Как неловко. Подождите, здесь картофель. Что мне с ним делать? Ты же не можешь съесть его сырым. Я знаю. Посмотри. Ты же не можешь съесть его сырым. Вау. Это невероятно. Что? Идеальный инструмент. Да. Да? Дай сюда. Серьезно? Что мне с этим делать? О-о-о. Сырой так сырой. Не. Я знаю. Я буду использовать съедобные бусины. Теперь сделаем классный узор. Угадайте, что я делаю? Это намного проще, чем использовать пальцы. О, сердечко. Теперь нужно соединить их. Круто. Вот, посмотри. Эй, смотри, Эм. Вау. Это сердце. А у меня есть только глупый картофель. О-о-о. Но подождите. Я знаю. Если я прижму его к этой форме, то смогу отрезать его. Затем нужно убрать лишнее. Видите? Настоящий карвинг. Нужно добавить детали. И мой любимый цвет. О-о-о. Это штамп. Получается много маленьких черепов. О, вау. Эй, Джастин. Подожди. Что скажешь? Вау. Все это из картошки? Я впечатлен. Ага. Да ладно тебе. Подожди. Вот. Бери мое сердце. О, это так мило. О-о-о. Хочешь мою картофельную печать? Спасибо. Камень, ножницы, бумага. Это весело. О-оу. Два из трех. Я выиграла. Молодец. Что? Таймер? Для чего? Эй, тут кисточки. Посмотри. Ничего не понимаю. Думаю, мы будем рисовать? Понятия не имею. Посмотри. Время. Началось? Нам нужно поторопиться. Нужно начать с чего-то. Что с краской? Она движется вместе с кистью. О-о-о. Это безумие. Спокойно. О-о-о. Они смешались. О-о, как жаль. Я покажу тебе, как это делается. Ой, резкий поворот. Фу. Вот еще один. Черт, почти получилось. Не так уж и легко, правда? Давай попробуем снова. Тут просто нужна твердая рука. О-о-о. Опять. Спорим, что в этот раз у меня все получится. Осторожнее с зеленым цветом. Нет. Они снова смешались. Это так раздражает. Я нервничаю. Время идет. Я знаю. Давай. Давай. Да. Здорово. Есть. Краска в пробирке. О-о-о. Моя тоже. У меня получилось. Круто. Ю-ху. Да. Подожди. Мы оба выиграли. Да. О, мои глаза. Эй. Посмотри. У меня тоже напиток. Вау. Так красиво. Может, мы попробуем? Давай. Ах. Ммм, ежевика. Ммм, вкусно. И ягоды. Ммм. Вот так. У-у-у. Привет, Меган. О, нет. Ее наряд. Ее наряд. Нет. Я не ожидала такого. Придумала. Пора немного поработать ножницами. Это должно сработать. Осторожно. Лезвие. Теперь я использую вот этот большой кусок ткани. И потяну его вверх. Привет, симпатичный топ. Блестяще. Хорошо, что я об этом подумала. Ей. У гениев мысли сходятся. Посмотрим. Как интересно. Что происходит? Это землетрясение? Или просто дети балуются? Успокойтесь, пожалуйста. Нам надо учиться. Я даже не слышу своих мыслей. Внимание. Прекратите. Продолжаем. Я сдаюсь. Я не могу больше терпеть. Хорошо. Это другое дело. Просто дыши. Что они сейчас делают? Они словно дикие животные. Мой поп-ит. Я даже не могу расслабиться. Подождите. Я беру все в свои руки. Для начала мне нужен идеальный круг. И еще один. Теперь я вырежу их. Осторожнее с лезвием. Та-да. Я нарисую смайлики на кружках. Затем я положу их на горячий утюг. Смотрите, что происходит. Получается самодельный поп-ит. Сейчас от стресса не останется и следа. Я уже чувствую себя спокойнее. О, наконец-то. Не волнуйтесь обо мне, дети. Я буду здесь сидеть и отдыхать. Угадайте, дети, чем мы сейчас займемся. Та-да. Боже, я не готова к этому. Она ведь не смотрит, верно? Я кое-что сделаю. На меня не нужно обращать внимание. Хорошо, что отсюда телефон не заметить. Бинго. Вот это да. Мне лучше поторопиться. Все в порядке? О, кажется, кто-то решил списывать. Я этого не позволю. На всякий случай. Ой, нет. Свет. Именно так я и думала. Ой, я... Объяснишь, что здесь происходит? Хе-хе-хе. Вам это отдать? Спасибо. И нет, я не вчера родилась. Я знаю все ваши хитрости. Вот черт. Она все забрала. Можешь продолжать? Дети думают, что они такие умные. Ха. Это было жестко. Псс. Эй, Эва. А? Смотри. У меня есть все ответы. Подожди. Ты серьезно? Не шевели ногой. Хорошо. Никто не списывает. Очень хорошо. Надо почаще садиться рядом с тобой. Пока, Меган. Пока. Эй, Меган. Не подскажешь, который час? О, да. Видишь? Да. Спасибо. Ничего себе. Ну и ладно. Нужно зарядить наушники. Эй, смотри, у нас одинаковые чехлы. Близнецы. Привет, дамы. О, я вас напугал. Вот. А где чьи? Это ведь не имеет значения, верно? Ага. Пока. Значит, ты любишь музыку? Какую? Надеюсь, они достаточно заряжены. Вроде бы все в порядке. Да начнется праздник. Идеально. Поехали. Что происходит? Я ничего не слышу. Эй, подруга. Это ищешь? Теперь все понятно, верно? Давай меняться. Спасибо. У меня есть идея. Теперь я могу отличить свой чехол. Так мило. Правда? О, восхитительно. Я хочу что-то подобное. Я могу сделать вот что. Обожаю этот бьюти-блендер. Та-да. Уже узнали, кто это? Хе-хе. Маленький Луиджи. Луиджи, который любит музыку. Вау, супер. А теперь давай зажигать. Интересно, какое задание будет на этот раз. Я хочу, чтобы вы сделали красивый цветочек. Пчелы обожают цветы. Ух ты, смотри. Это яйца? Я ничего не понимаю. Да, и что общего у них с цветами? Ничего не понимаю. Может, поможешь? На меня не смотри. Эй, пчелка. Нужна подсказка. Стоп. Эй, это мое. А я их искал. Отдайте корзинку. А, они нам нужны. Пока, неудачники. Не так быстро. Пусти. А вот это уже интересно. Завораживает. Убери свои полосатые руки. И связался не с той пчелой. Получай. Ау, мой хвостик. Мне пора. А я уже начала волноваться. А, вот беда. Яйца мы, увы, использовать не сможем. Но у нас все еще осталась королупа. Да, но понятнее мне не стало. Ты хочешь, чтобы мы сделали цветы из этого? Хм, нужно подумать. Стоп. Кажется, у меня есть идея. Да, точно. Мне понадобится скорлупа. Лучше, чтобы она была примерно вот такая. Потом я приклею внизу пластиковую крышечку. Затем мне понадобится клей и кисточка. Я нанесу его на скорлупу. И первая часть готова. Теперь можно высыпать блески. Ух ты, отлично выглядит. Сразу я не скажу, что это яичная скорлупа. Я поставлю сюда цветок. Получилась милая миниатюрная ваза. Эй, Мэг, смотри. Красиво, да? Мне очень нравится, Лекси. Я сделала еще несколько. Они такие необычные. Я в восторге. Хм, а что же мне делать? Это ведь обычная яичная скорлупа. Много с ней не сделаешь. О, кажется, я придумала. Сначала я раскрашу скорлупу. Мне нравится вот этот синий цвет. Теперь я ставлю краску высыхать. А потом сплюсну скорлупу. Ого, мне стало легче. Теперь мне понадобится бумага и фломастеры. Я нарисую вазу. Это просто. Мне нужно больше клея. Я нанесу его вот сюда. Достаточно. Теперь мне понадобится пинцет. Я приклею разбитую скорлупу на бумагу. И начну с больших кусочков. Я распределю их в произвольном порядке. А потом можно заполнять пробелы. Не хочу, чтобы они остались. Теперь можно покрыть все краской. Но вазе чего-то не хватает. Коричневым фломастером я нарисую стебли. А затем листья. Они должны быть на каждой веточке. Думаю, нужно больше цвета. Для следующей части поделки мне понадобится красная полимерная глина. Я вырежу из нее кружочки. И сделаю из них круг побольше. С пинцетом работать намного удобнее. Теперь я сделаю вот такую линию на лепестках с помощью специального инструмента. В центре будет кружок из желтой глины. Получился красивый цветок. Он отлично будет смотреться на моей картине. Я сделаю несколько цветов разного размера. Ух ты, потрясающе. Мне так нравится. Но это еще не все. Я хочу нарисовать маленькую пчелку. Может, она принесет мне дополнительные баллы. Нужно делать все, чтобы выиграть. Теперь я раскрашу пчелку. И она очень похожа на одну мою знакомую. Надеюсь, ей понравится. Должна признаться, получилось очень здорово. Готово. Я так люблю цветы. Думаю, повешу эту картину у себя в комнате. Сейчас узнаем, кто выиграл. Мы закончили. Что скажешь? А, очень красиво. Но больше всего мне понравилась прекрасная пчелка. Победила Мэг. Потрясающе. О, да. Я знала, что это сработает. Но мои вазы такие красивые. Пришло время финального раунда. Нужно выложиться на все сто. Секундочку. Вашим следующим заданием будет радуга. Она такая волшебная. Радуга всегда поднимает мне настроение. О, смотри. Я возьму фломастеры. Есть отличная идея. Скорей бы начать. Я возьму ватный диск и нарисую на нем. Как думаете, что? Радуга, конечно. Все очень просто. Главное, не ошибиться с порядком цветов. Вот и все. Ну как, моя личная радуга. Ты считаешь, что это красиво? Эм, ну да. Ладно, попробую еще раз. Мне понадобится кое-что еще. Тарелки отлично подойдут. Нужно только расставить их на столе. Вот так. Теперь мне нужна вода. Я налью ее в миски. Осторожнее, чтобы ничего не пролить. У меня нет времени на уборку. Это последнее. А теперь самое интересное. Я положу ватный диск в воду. И цвета начнут растекаться. На ватных дисках я нарисую разные картинки. Например, бабочку. И красивый цветок. Выглядит неплохо. Ах, какие цвета. И даже круче, чем обычная радуга. Ух ты. Ты прямо волшебница. Ну конечно, тебе меня не победить. Хм, что же придумать? О, знаю. Мне тоже понадобятся миски. Не волнуйся, я не стану повторять за тобой. Теперь мне нужна вода. Передай ее мне, пожалуйста. Спасибо. Хорошо, что она осталась. Я налью воду в миски. Что-то это мне напоминает. Подожди. Теперь мне нужен пищевой краситель. Начну с синего. Добавлю пару капель. Во вторую миску я добавлю красный краситель. А в третью желтый. А теперь самое интересное. Я нарисую лицо. Какие красивые ресницы. Вот бы и мне такие. Поверить не могу, что я завидую рисунку. Теперь можно продолжить. Я нарисую губы в форме сердечка. И еще веснушки. Наверное, это один из моих лучших рисунков. Итак, пора его раскрасить. Губы будут розовыми. Главное раскрасить их очень аккуратно. Не хочу испортить рисунок. На щеки я нанесу румяна. То, что нужно. Теперь я добавлю к рисунку ватные диски. Вот так. Получились волосы. На парик похоже. Выглядит довольно обычно. О, а вот это мне пригодится. Сейчас я все изменю. Мне понадобится голубая вода. Я выдавлю ее на диски. Вот так. Нужно сделать это с обеих сторон. Я возьму еще желтую воду. Отлично. И, конечно, красную. А еще я сделала зеленую воду. Ух ты. Какая яркая прическа. Кажется, я знаю, как покрашу волосы в следующий раз. Теперь нужно подождать, пока ватные диски высохнут. Получится потрясающий эффект. Очень необычно. Неплохо. Но судить будем не мы. А ты. Вы продолжаете меня удивлять. Но в этот раз победила Мэг. Ю-ху. Я знала. Думаю, это справедливо. В новом челлендже Лекси и Мэг создали настоящие шедевры. Надеемся, они вдохновили вас на то, чтобы тоже заняться творчеством. А какой ваш любимый лайфхак для рисования? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить больше крутых роликов. Какой скучный тест. А мне нравится. Ты такая ботанка. Может, мне повеселиться? Эй, ведешь себя как ребенок. Мне нравится этот вопрос. Надо отсюда выбираться. О, минутку. Эй. Ну что еще? Смотри. Потруй ручку о свой рукав. Теперь покручу немного. Признайся, ты удивлена. Ого. Да ты волшебница. Да, я попробую. Хм. Кажется, что-то не так. Волшебники никогда не раскрывают своих секретов. Может, нужно больше трения? Итак. У меня не получается. О, придумала. Надо использовать мозг, чтобы разобраться. Ах, я совсем забыла о гравитации. А вращение Земли означает... Поняла. Попробуем еще раз. Никакой магии. Ну и ладно. Оу. Класс. Никаких разговоров. Простите. Попалась. Упс. Я слежу за тобой, София. Я выполняю работу. Видите? Это последнее предупреждение. Стойте. У меня точно была ручка. Кажется, тест провален. Обожаю дни, когда мы пишем контрольные. Надеюсь, мои ученики готовы. О, божечки. Я ничего не понимаю. Простите, пожалуйста, у меня вопрос. Мне нужна помощь. Хм. Обрати внимание на доску, Джули. Времени на вопросы уже нет. Вот-вот начнется контрольная. О, правда. Извините, я просто заранее готовлюсь к обычному уроку. Угу. Ну, конечно. Так я и поверила. Хай. У нас контрольная сегодня или что вообще? Черт. Вот уж не повезло. Не могу поверить, что придется тут сидеть. Хм. Кажется, она готовилась. Придвину-ка я парту к ней поближе. Простите. Она слишком близко ко мне подвинулась. Ну, ладно. Пора начинать контрольную. Приступайте. Так, у меня получится. Нужно просто ответить на вопросы. Разомнусь немножко перед началом. Ха-ха. Хорошо, что у меня с собой шпаргалка. Эм. Что это ты тут делаешь? Так, я и думала. Шпаргалка. Давай-ка сюда. А теперь возвращайся к работе. И дописывай контрольную. Ну и ладно. Оно сработать. Эй. Эм. Эм. Слушай, все будет нормально. Мы сможем его отмыть. Честное слово. Я сейчас вернусь. Эм. 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 А ну отпусти мой пенал. Тупой ты колесос. Ай. Он смесился. Остановись. Сейчас же остановись. Отдай мне пенал. Он мой, а не твой. Ого. Она там совсем с катушек слетела. Нарисую еще маленький милый лимончик. Обведу его, чтобы он выглядел более объемным. Эм. Какая прелесть. Мне так нравятся эти фрукты. Дорисую здесь еще маленького мишку. И добавлю полоску желтой бумаги наверху. Класс. Добавлю еще. Украшу еще немного. Буквы требуют аккуратности. Раскрашу их. Какой красивый оттенок. Мне нравится. Ну вот. Буквы почти готовы. Теперь мне нужна гофрированная бумага. Использую ее, чтобы закрыть трубку. А сверху добавлю обычную бумагу. Хорошо. Вот крышка с дозатором от тюбика с кремом. Добавим сюда еще клея. Прямо по краям крышки. И приклеим к трубе. Теперь возьмем липучки. Их мы приклеим внутри напротив друг друга. Теперь трубка будет закрыта. А чтобы открыть ее, нужно просто надавить. Можно положить внутрь карандаши, и с ними ничего не случится. Вау. Я под впечатлением от своего изобретения. Ну же, кукольная ручка. У тебя получится убрать крем. Я же знаю. Хей, Джули, я вернулась, и у меня для тебя кое-что есть. Ау. Она уже с куклами разговаривает. Хей, Джули, вернись на землю. Ну уж и смотри, это важно. Смотри, это новый финал для тебя. Ау. Это так мило. Он просто чудесный. Спасибо большое. Вот, держи, можешь забрать мой старый финал. Уверена, он тебе понравится. Ау. Эм, конечно. Спасибо, что ли. Итак, начинаем контрольную. Хорошо, что я все выучила. Эх, не стоило играть весь вечер. Ну и попал же я. Эй. Можешь мне помочь? Хорошо. Ответ на первую — 52. На вторую — 65. Что там за шепот? Опять списывает? Тссс. Меня не обманешь. Попробуем другой способ. Можно обойтись без слов. Упсс. Прекратите или оба получите двойки. А, как же быть? Минуточку. Вот оно, решение. Пссс. Смотри на мои руки. Разные точки на парте означают буквы. Понял. Окей, какой ответ на первую? А, а на вторую? Что там у вас происходит? Просто захотелось подвигаться. Ну ладно. У самого такое бывает. Мы такие крутые. Успеть бы все записать. Черничное. Брайн? Тут не место для конфет. Убери их сейчас же. Эх, веселье закончилось. Ну и неряха. Что? Только и можешь критиковать. Кто бы мог подумать, что рюкзаки бывают такими разными. Пока. Загляну в свой шкафчик. Так, никто меня не видит. Нужно кое-что взять. А-а-а-а. О нет. Бетти? Тут ничего интересного. Хватит на меня глазеть. О, Бетти. Ты тоже любишь копить всякий хлам? Хе-хе. Смотри, это может пригодиться. Просто добавим магнитик. Можно сделать несколько карманов для разных вещей. Чтобы все было в порядке. Спасибо, Брайн. Пойдем. Да где же бутылка? Эй. У тебя попить не найдется? Без проблем. Надо просто немного порыться. Наверное, где-то здесь. Осторожней, Бетти. Это просто смешно. Погоди. Дай мне еще секундочку. Да, чего там у тебя только нет. Сейчас еще немного. Скоро урок начнется. Ну же. Ааа. Ну ты даешь, Бетти. Нашла. В следующий раз попробуй вот так. Берем футболку. И лифчик. И кладем сверху еще вещи. Затем складываем футболку. И сворачиваем ее вот так. А теперь самое главное. Берем носок и выворачиваем его наизнанку. Засовываем внутрь руку и берем одежду. Надеваем носок поверх свертка. Чтобы все остальное оказалось внутри. Так будет намного аккуратнее. И останется уйма свободного места. Этот лайфхак все меняет. Вот смотри. О, спасибо огромное. Так умно. Нам пора на урок. Эти два одинорога решили пожениться сегодня. Я люблю тебя. Боже, это так трогательно. Если нет возражений, то вы можете обменяться кольцами. Кольцо? Точно. О, боже, где оно? Я уверен, оно было в кармане. Эй, у меня тут ЧП. Я потерял кольцо. Что происходит? Ох, боже. У него нет кольца. Постой, я что-нибудь придумаю. Моя мечта о свадьбе разрушена. Должно же быть хоть что-то. Мои бусы. Дай мне секунду. У меня есть бусины и выпрямитель. Я оберну горячие части выпрямителя бумагой. Теперь выложу бусины в радужную линию и сожму. Вот так. Бусины начинают плавиться. Отлично. А теперь их можно свернуть в кольцо. Красивые получились кольца. Надену их на пальцы. Вот так. Отлично вышло. Идеально подходит. Я просто гений. А теперь спасем свадьбу. Псс. На, держи. Да, поймал. Ого, радужное кольцо. Отлично. Ну вот, я нашел кольцо для тебя. Давай надену. Я же говорил, что не подведу. Ну вот, теперь вы женаты. Ууу, свадебная вечеринка. Классная музыка. Луна знает ответы. Так здорово все знать. И так здорово, что Луна сидит рядом со мной. Небольшая помощь. Нужно все делать быстро. Ничего себе она списывает. Ну и хитрюга. Шерил. Тсс. Прекрати. Ну, это так не честно. Ничего. Тогда я перекушу. О, классно. Ммм, шоколад. Это что, батончик? Она ест батончик. Я тоже хочу. В животе урчит. Блаженство. Эй, Шерил, поделишься со мной? Так, так, так. Нет. Ну все. Думаешь, я испугалась? Ну давай. Есть только один выход. Кто открыл окно? Одна шоколадка. Еще. Да ладно. Бери. Дай мне шпаргалку. Еще. Окей. Довольна? Приятно иметь с тобой дело. Спасибо, подруга. Ммм, спасибо. Ненавижу учебу. Эта штука такая полезная. Что здесь происходит? Я очень недоволен. Дайте их сюда. Обе марш в штрафной класс. Глазам не верю, дилетанты. Вот как надо проносить в класс еду. Вкуснятина. Обожаю эту работу.